Продолжение следует... Сердечная недостаточность. Боюсь, без пересадки сердца тебе будет трудно прожить еще полгода. Синхан. Ты, злобная женщина, и на кого ты тут разыгрываешь слабую? Я-я-не. Заткнись, твой грязный рот не достоин произносить мое имя. Подпиши. Синхан. Ты разводишься со мной? Это ты тогда беспринципно выжила, Дзя Юэ, и еще держала ее в заперти, издевалась над ней. Ты коварно обманула мою бабушку, вынудив ее заставить меня жениться на тебе. Теперь, когда Дзя Юэ вернулась, твои интриги раскрыты. Тебе лучше уйти, пока можешь. Я-не. Это лень Дзя Юэ сама решила уйти. Ты все еще пытаешься это отрицать? Не уйдешь, да? Ладно. Тогда я дам тебе понять. Каков будет конец для тех, кто обидит Дзя Юэ? Нет. Тебе, ядовитая змея, место в аду. Синхан. Если мне осталось жить всего полгода, ты все еще разведешься со мной. Ты все еще разведешься со мной. Полгода. Не говори о полугодии. Даже если ты сейчас умрешь от неизлечимой болезни прямо у меня на глазах, я даже глазом не моргну. Хорошо. Фу Синхан, я правда умираю. Тебе действительно все равно. Три года, что мы были вместе. Три года моей искренней преданности. Это был всего лишь сон. Твоя болезнь уже в поздней стадии. Тебе нельзя чрезмерно волноваться. Иначе. Все может случиться. Ты что делаешь? Веду тебя просить прощения у Дзя Юэ. Фу Синхан. На колени. Извинись. Это ты. Я ничего плохого не сделала. За что извиняться? Сама посмотри. Это все ты натворила. Я ничего плохого не сделала. Ты беременна? Невозможно. Ты же вернулась всего месяц назад, как это возможно? Чтобы выйти замуж за Фу, ты держала Дзя Юэ в заперти за границей, и даже наняла бандитов, чтобы ее изнасиловали. Шэнь-Янь, я хочу вырвать твое сердце, и посмотреть, что это за черное сердце, которое способно совершать такие мерзкие и бесстыжие поступки. Три года брака. И он готов убить меня ради Линь-Дзя Юэ. Ладно, в любом случае, эту жизнь не дала семья Фу. Так что сейчас я возвращаю ее тебе. Синхан. Нет. Дзя Юэ. Дзя Юэ велела тебе не двигаться. Зачем ты так глупо поступаешь? Ради этой злобной женщины, ты ранил себя, оно того не стоит. Синхан, я не хочу, чтобы ты совершал большую ошибку из-за меня. Мисс Линь, ты такая хорошая актриса. Шэнь-Янь, ты напрашиваешься. Ты напрашиваешься. Погоди у меня. Надо было позволить ему зарезать тебя, но это будет слишком легкой смертью для тебя. Я хочу, чтобы ты жила. Чтобы медленно мучиться от моих рук. Я хочу, чтобы ты своими глазами увидела. Как я выйду замуж за Фу Синхана и рожу ему детей. Линь Цезэ Яюэ. Бесстыдница. Давай-ка я тебе кое-что объясню. Если ты еще раз посмеешь меня оскорбить, я превращу твою жизнь в ад. Что ты делаешь? Не убивай меня. Пожалуйста, не убивай. Что случилось, Синхан? Я думала, больше тебя никогда не увижу. Все хорошо. Я здесь, я не позволю никому тебя обидеть. Цезэ Яюэ только что защитила тебя, а ты пытаешься ее убить. Злая женщина, ты никогда не изменишься. Стань на колени и извинись перед Цезэ Яюэ. Фу Синхан. Неужели ты ни единому моему слову не веришь? Только потому, что я это сказала. Разве это не она пытается причинить мне боль? Цезэ Яюэ такая невинная и добрая. Как она может кому-то навредить? А вот ты. У тебя злое сердце. Ты, видимо, не заплачешь, пока не увидишь гроб. Да. Изначально я хотела, чтобы ты простояла на коленях день и ночь. Но, похоже, я слишком мягкосердечно. Такие, как ты, должны стоять на коленях до смерти. Синхан. Почему ты позволяешь себя так глупо обманывать? Почему ты не веришь ни единому моему слову? Неужели наши три года брака ничего для тебя не значат? Неужели наши чувства были ложью? Почему ты мне не веришь? Потому что ты этого недостойна. Фу Синхан, что ты делаешь? Я же сказала, ты недостойна. Фу Синхан, мое кольцо. Стой на коленях. Без моего разрешения не смей вставать. Синхан. Я правда тебя не обманывала. Я велела тебе стоять на коленях. Иначе, твой брат в больнице. Скажем так, я на многое способна. Синхан, почему ты так со мной поступаешь? Разве ты не видишь мою искренность? Мне так холодно. Я. Я умираю? Фу Синхан, ты доволен? Шэнь-Янь. Шэнь-Янь. Синхан. Синхан. С вами все в порядке, мисс? Мисс. Синхан. Синхан, это ты. Вам, должно быть, приснилось, мисс. О чем я думаю? Мисс, вы беременны. Что? Это моя единственная плоть и кровь, оставшаяся в этом мире, моя единственная кровная связь. Я хочу попробовать. Но ваше тело уже на пределе. Что ж, это ваш выбор. А где ваш муж? Вам стоит обсудить это с ним. Он занят, у него нет времени. Хорошо, тогда идите домой и все как следует обсудите. Если что-то понадобится, приходите. Мой ребенок. Я велела тебе стоять на коленях. Иначе, твой брат в больнице. Скажем так, я на многое способна. Что, если Синхан узнает, что я не стою на коленях? Он будет издеваться над Ся Юй. Нужно пойти проверить. Стой. Я тебе разрешала вставать. Кто тебе разрешал бегать? Это не я, это. А ну-ка, вернись сюда. Верни мне. Ты беременна? Ты беременна. Брат Синхан. Это твой ребенок она носит. Дзя Юэ. Дзя Юэ, почему ты меня не слушаешь и опять сбежала? Ты должна отдыхать, тебе нужно отдохнуть. Брат Синхан. Шень носит твоего ребенка. Мне не стоило возвращаться. Такие, как я, недостойны быть рядом с тобой. Дзя Юэ, ты неправильно поняла. Я, никогда не позволю другой женщине носить моего ребенка. До конца своих дней я хочу быть только с тобой. Нет, нет. Позволь мне оставить этого ребенка. Я могу развестись с тобой. Чтоб ты женился на Линь Дзя Юэ. Только позволь мне оставить этого ребенка. Этот ребенок. Отныне и навсегда будет принадлежать только мне, Шэнь Янь. Это не имеет к тебе никакого отношения. Нет. Я та, кому нужно сделать аборт, кто должен уйти. Брат Синхан. Мисс Шен беременна вашим ребенком. Тебе следует проводить с ней больше времени. Мне не следует здесь быть. Дзя Юэ, это не тебе нужно уходить. Кто-нибудь, идите сюда. Отведите мисс Шен на осмотр. Если она беременна. Не оставляйте ребенка. Нет. Я умоляю тебя. Пожалуйста, я умоляю тебя. Позволь мне оставить этого ребенка. Я сделаю все, что ты захочешь. Все я сделаю что угодно. Чего вы стоите? Тащите ее отсюда. Нет. Нет. Я умоляю тебя. Если я потеряю этого ребенка. У меня больше не будет детей. Если я потеряю этого ребенка, у меня больше не будет детей. Фу Син Хан. Нет. Отпусти меня. Не трогай меня. Нет. Шэнь-Янь, ты смеешь бросать мне вызов? Ты и твой ребенок можете умереть вместе. Нет, пожалуйста, я умоляю вас, пожалуйста, я умоляю вас нет. Директор, у нее очень тонкая стенка матки. То, что она смогла забеременеть, практически чудо. Если на этот раз у нее случится выкидыш, боюсь, она больше не сможет забеременеть. Что за чушь ты несешь? Мистер Фу приказал сделать аборт немедленно. У нас есть только право выполнять приказы. У нас нет права голоса. Вводите анестезию. Мой ребенок. Прости, мама не смогла защитить тебя. Фу Син Хан, ты убил собственного ребенка. Ты пожалеешь об этом когда-нибудь? Мой ребенок. Мой ребенок. Брат Син Хан, пожалуйста, позволь мне войти и увидеть мисс Шен. Зачем вы обе здесь? Шэнь Янь, не будь неблагодарной. Дзюэ волнуется за тебя. Она больна, но все равно пришла сюда, чтобы увидеть тебя. Мисс Шэн, это все моя вина. Должно быть, очень больно. Да, прости. Не трогай меня. Дзюэ. Дзюэ, ты в порядке? Я в порядке, брат Син Хан. На таких, как она, не стоит обращать внимания. После того, что она с тобой сделала, мне следовало покончить с ней. Я была слишком добра к ней. Мерзкая тварь. Брат Син Хан. Выкидыши выглядят так болезненно. Моего ребенка тоже нет. Вот так вот. Одна мысль о том, что я его потеряю. Меня ужасно пугает. Не волнуйся. Тебе никогда не придется пройти через это. Рожай этого ребенка. Это будет мой ребенок, наследник Фу Син Хана, часть семьи Фу. Вон. Все вон отсюда. Шэнь Янь, не будь неблагодарной. Если ты еще раз посмеешь тронуть Дзюэ, я прикажу, чтобы твоего полумертвого брата вышвырнули отсюда. Сиоэ. Ты помнишь? Очень хорошо. Не вини меня в жестокости, если это повторится. Дзюэ. Пойдем. Сиоэ. Сиоэ. Как насчет того, чтобы старшая сестра отвезла тебя лечиться за границу? Сестра, я буду слушаться тебя во всем. Но согласится ли твой муж, чтобы мы поехали за границу? Он. Сестра, что с тобой? Все в порядке, просто немного устала. Сиоэ, будь послушным. В ближайшие несколько дней тебе нужно хорошо питаться и принимать лекарства. Как только я разберусь с документами в ближайшие пару дней, мы уедем. Что, вы едете за границу? Доктор Дзян, не верьте этим слухам. Медицинское обслуживание здесь уже на высшем уровне. К тому же, ты и твой брат в таком состоянии. Доктор Дзян, я. Я уже связалась с больницами и врачами за границей. Какой врач? Известный специалист, как в стране, так и за рубежом. Я знаю большинство из них. Назови имя. Шэнь-Янь, что с тобой такое? Вот оно что, даже на приеме у врача умудряешься с мужчинами заигрывать. Я-то думала, куда ты пропала. Значит, не выдержала одиночества. Только сделала аборт, и уже выскочила на поиски нового мужика. Что за чушь ты несешь? Разве я несу чушь? Ты тут с ним заигрываешь. Наверняка замышляете что-то нечистое. Не смей так говорить о моей сестре. Я все слышал. Это ты запал на эту злобную бабу. Не смей оскорблять мою сестру. Кого ты называешь злобной бабой? Ся-Юй. Фу-Син-Хан. Отпусти моего брата. Мой брат еще маленький. Если есть что сказать, говори мне. Ну конечно, родные брат с сестрой одинаково раздражают. Ты, я вижу, с этим врачом закрутила интрижку. Хочешь порвать со мной все связи. Поэтому и вернула Дзя-Юэ. Да, думаешь, я позволю тебе сбежать с этим типом. Следи за языком. Попала, значит. Похоже, ты своего братца за границу лечить не собираешься. Хочешь свалить с этим врачом за границу? Поразвлечься. Правда же? Господин Фу, я могу подать на вас в суд за клевету. Разве я не права, назвав вас прелюбодеями? Ся-Юй. Не смей говорить о докторе Дзяне. Не смей говорить о моей сестре. Фу-Син-Хан. Ты слишком далеко зашел. Ся-Юй. Сестра здесь. Пойдем домой. Стой. Ну конечно, теперь у тебя есть другой мужик за спиной, осмелела. Тогда смотри внимательно. Посмотрим, сколько у тебя на самом деле смелости, чтобы идти против меня. Твоей бабушке в этом году почти 80. Что, если ее организм не выдержит, вряд ли это будет считаться врачебной ошибкой? Фу-Син-Хан. То, что ты делаешь, незаконно. Я могу вызвать полицию, так вызывай. Посмотрим, кто окажется быстрее, полиция, или известие о смерти твоей бабушки достигнет Китая. Ты не можешь так поступить, умоляю тебя, бабушка слишком стара для этого. Если у тебя есть претензии, обращайся ко мне. Она этого не перенесет. Сразу бы так. Шэнь-Янь. За все, что ты сделала с Дзя-Юэ, ты заплатишь сполна. До шести вечера вернись в Нэ-Нюань. И вымаливай прощение. Шэнь-Юй. Шэнь-Юй. Ся-Юй. Мисс, на лечение нужно внести предоплату 20 тысяч. У меня на карте только чуть больше 10 тысяч. Это дополнительная карта Фу Синхана. Неважно. Главное, спасти Ся-Юй. Это же карта брата Синхана. Вы же разводитесь? Почему ты все еще пользуешься его картой? Не твое дело. Верни мне, верни мне. Брат Синхан же мне сказал, что отныне все его, мое. С чего бы мне тебе ее возвращать? Хмф. Я вспомнила. Ты же хочешь спасти своего братца. Да. Хорошо. Встань сейчас передо мной на колени и умоляй меня. И я верну тебе карту. Повторю еще раз. Верни мне карту. Вещи брата Синхана, мои. С чего бы мне тебе ее возвращать? Отдай. С тобой все в порядке. Брат Синхан, я в порядке. Шэнь не специально. Я просто увидела, как у нее упала карта, и хотела ее поднять. Шэнь Янь, ты смерти ищешь. Это не я, я ее не толкала. Это она силой отобрала у меня карту. Она сама упала, а теперь пытается меня обвинить. Хватит, лживая дрянь. Ты погубила Дзя Юэ много лет назад, а теперь снова пытаешься ее подставить. Да что с тобой такое? Брат Синхан, думаю, Шэнь не специально. Я видела, как она уронила свою карту. Я хотела поднять ее для нее. Но она сказала, что все, к чему я прикасаюсь, грязное. Она также сказала, не бойся, я теперь здесь. Что еще она сказала? Она сказала, что раз брат Синхан со мной, то он тоже грязный, и все его вещи тоже грязные. Она специально уронила эту карту. Я пыталась ее остановить, но она... Брат Синхан, пожалуйста, не сердись. Мисс Шэнь, наверное, просто расстроена из-за того, что ее брат болен. У нее плохое настроение, поэтому она не хотела говорить те слова. Она не хотела меня толкать. Ненамеренно, думаю, она сделала это специально. Шэнь-Янь, то, как ты строила козни против Дзи Юэ. Ты здесь самая грязная и ядовитая. Дзи Юэ в сто раз чище тебя, даже после всего, что ты ей устроила. Ты думаешь, мы грязные, ты недостойна, чтобы тебя упоминали в одном предложении с нами. Вэй Чуань, свяжись с банком, заблокируй все ее банковские карты. Разве ты не очень гордая? Хорошо, думаешь, я грязная? Тогда давай, попробуй, заработать денег на лечение своего брата. Шэнь-Янь, ты действительно бесполезная, ты даже не можешь оплатить счета за лечение Сиуэ. Шэнь-Янь, что ты здесь делаешь? Доктор Дзиан, доктор Дзиан, мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, стань, стань и скажи мне. Стоять! Что ты задумала? Шэнь-Янь, не спеши уходить. Подожди, пока брат Синхан вернется, чтобы мы все могли насладиться представлением. Нам ни о чем говорить. Уйди с дороги. Господин, вы вернулись. Мой ребенок. Дзи Юэ. Брат Синхан, мой ребенок. Мисс Шэнь, я знаю, что ты меня не любишь. Но ты знала, что я беременна, и все равно облила меня горячим чаем. Я пыталась тебя остановить только потому, что это был кипяток. Я боялась, что ты обожешься. Я не обливала ее. Брат Синхан, я знаю, что мне не следует беспокоиться об этом ребенке. В конце концов, она не наша. Но она ведь у меня в животе. Я просто... Дзи Юэ. Не плачь. Давай сначала встанем, хорошо? Иди, сядь. Брат Синхан, пожалуйста, не вини мисс Шэнь. В конце концов, она твоя жена. Я никто. Жена. Почему все чайники в доме наполнены теплой водой? Я предупреждала тебя много раз, не смей трогать Зи Юэ. Фу Синхан. Кто тебе позволил наливать в чайник кипяток? Я. Брат Синхан, это не Джао. Это я. Я помню, ты раньше любил пить горячий чай. Я боялась, что тебе не понравится, если он остынет. Поэтому я попросила Джао принести чайник. Если хочешь кого-то винить, вини меня. Чего же ты ждешь? Вызывай доктора Бая. Да-да, я сейчас же. Он просто не может заставить себя сделать это. Очень хорошо. Тогда мне придется показать тебе фотографии. Подбросьте дров в огонь. Открой дверь. Я сказала, открой дверь. Это твой последний шанс. Думаешь, прятаться здесь, это выход? Я знала, что ты способна на многое, но не думала, что ты настолько смелая. Ты быстро переходишь к тому, чтобы держаться за руки, даже со своими обычными пациентами. А с теми, кто не совсем обычный. Ты просто идешь прямо в постель. Не так ли? Это не так. Мы не. Похоже, мне нужно напомнить тебе, кому ты принадлежишь. Кому ты принадлежишь? Отпусти меня. Джин Ян. Мы больше не можем ждать. Пришло время пустить этот плод в дело. Брат Син Хан. У тебя так много работы. Может ли госпожа Шэн завтра сопровождать меня на предрудовой осмотр? У нее, похоже, рана довольно серьезная. Она могла бы показаться врачу, пока мы там будем. Нет, я не могу отпустить тебя с ней. Я ей не доверяю. Работу можно и отложить. Я пойду с тобой. Ну же, брат Син Хан, согласись. Шэнь вчера не специально. И у нее, кстати, рана довольно серьезная. Если не показаться врачу, может начаться заражение. Да и вообще, в гинекологии одни беременные женщины, тебе, мужчине, там не место. Ну согласись же. Тогда ты иди с Дзя Юэ. Не говори, что я тебя не предупреждала, если ты посмеешь. Тогда ты иди с Дзя Юэ. Не говори, что я тебя не предупреждала, если ты посмеешь. Мне сегодня нужно в больницу к Ся Юэ. У меня нет времени идти с ней. Найди кого-нибудь другого. Дзя Юэ тоже едет в больницу. Можешь по пути ее проводить. Не заставляй меня повторять дважды, Шэнь Янь. Ты подумала о последствиях того, что ты со мной торгуешься. У меня травма плеча. Я не могу везти машину. Господин, я могу сесть за руль. Может быть, мне отвезти мисс Линь и мисс Шэнь. Хорошо. Не вздумай больше устраивать мне цирк. Иначе, я сделаю так, что твой брат и твоя бабушка умрут страшной смертью. Ты. Ну как тебе ощущения, Шэнь Янь, от ожога кипятком? Это же был кипяток, только что налитый. Мисс Линь, я своими глазами видела. Кожа на ее шее, вся покрылась волдырями. Хе-хе-хе. Так вот, значит, как они сговорились. Шэнь Янь, на твоем месте я бы убиралась из Дзянчена и больше никогда сюда не возвращалась. Так у тебя будет шанс выжить. Иначе, я добьюсь того, чтобы Син Хан тебя убил. Если ты на самом деле такая крутая, сделай так, чтобы Фу Син Хан меня отпустил. Честно говоря, я только этого и жду. Быстро, в больницу. Есть. А. Мисс Линь, Мисс Линь. Господин Фу, когда вы только что были, Мисс Шэнь сказала, что по этой дороге до больницы будет ближе. Поэтому Мисс Линь велела мне поехать по этой маленькой дороге, где нет камер наблюдения. Но как только моя машина сюда приехала, она вдруг выхватила у меня руль. Я потеряла управление, и машина. А. Ты пожалеешь, Шэнь Янь? Если с Дзя Юэй или с ребенком что-то случится, я тебя убью. Ты так легко ей веришь. Ты даже не удосужился меня спросить, кого мне верить, ей или тебе? Ну как тебе ощущения, Шэнь Янь, от ожога кипятком? Я своими глазами видела, кожа на ее шее, вся покрылась волдырями. Что, черт возьми, происходит? Что только что произошло? Шэнь, не ожидал, что ты выхватишь руль и подставишь под удар Мисс Линь. Мало того, ты еще и записала этот вырванный из контекста аудиофрагмент, чтобы выставить меня в плохом свете. Ты? Господин, до того, как Мисс Линь это сказала, Мисс Шэнь первой сказала ей что-то неприятное. Тогда скажи мне, какие неприятные вещи я сказала? Господин Фу, сегодня в машине Шэнь насмехалась над Мисс Линь, спрашивала, как ей жилось за границей эти несколько лет. Мисс Линь рассердилась и сказала то, что не следовало. Это Мисс Линь первой сказала неприятные вещи. Ну да, ты же на ее стороне. Я была такой наивной. Шэнь, как ты можешь так обо мне говорить? Я в таком возрасте вышла работать няней, зарабатываю немного денег, чтобы помогать семье. У меня к тебе нет никакой злобы. Я с Мисс Линь никак не связана. Зачем мне причинять тебе вред, и зачем мне помогать Мисс Линь? Ты же явно, хватит, не надо больше ничего говорить. Я прекрасно знаю, кто такая Дзя Юэ, и кто такая ты. Не думай, что я забуду о том, что ты сегодня причинила ей вред, только потому, что ты сказала ей пару неприятных слов. Неужели ты никогда не верила ни одному моему слову? Ты никогда не считала меня своей. Господин Фу, Мисс Линь потеряла ребенка, но с ней самой все в порядке. Хорошо. Шэнь Янь, Дзя Юэ потеряла ребенка. А теперь я с тобой рассчитаюсь. Ничего, дети еще будут. Брат Син Хан, этому ребенку не суждено было родиться. Шэнь не виновата. Малыш, это все мама виновата. Мама бесполезна, не смогла тебя защитить. Не волнуйся, Дзя Юэ, я отомщу за тебя и за нашего ребенка. Шэнь. Господин приказал, если ты войдешь, запачкаешь своим видом его и меслинь. Так что стой здесь, у ворот, и кайся. О! Господин еще сказал, если не хочешь стоять на коленях, подумай о своей бабушке. Ха-ха-ха, если он будет доволен, как ты стоишь на коленях, твоя бабушка будет жить. Ха-ха-ха. Я буду послушно стоять на коленях, только отпусти мою семью. Не хочешь просить пощады, стой на коленях до смерти. Ты на меня не обижайся, я уже пыталась за тебя просить брата Синхана. У тебя же была какая-то запись. Но что поделать? Он просто не хочет тебе верить, он решил, что ты виновата. Кому ты тут разыгрываешь больную красавицу? Брат Синхан не выйдет к тебе. Шэнь-Янь, скажи что-нибудь. А-а-а. Все еще терпишь? А-а-а. Господин, на улице сильный дождь, вы все равно хотите выйти. Господин, господин. Шэнь, с тобой все в порядке. Это все я виновата, мне не стоило приходить к тебе. Что случилось? Дзи-Юэ. Помоги мисс Линь войти и отдохнуть. Найди доктора Бая и попроси его осмотреть ее. Брат Синхан. Господин, а как же мисс Шэнь? Думаю, она притворяется. Пошли, пошли. Шэнь-Янь, если ты продолжишь притворяться, то пожалеешь об этом. Ты впрямь прикинулась мертвой. Фу Синхан. Я жалею об этом. Я жалею об этом. Что? Твоя совесть, наконец, проснулась? Ты наконец-то поняла, что была неправа. Десять лет назад, даже если бы это означало умереть от холода или голода в том приюте, мне не следовало возвращаться в резиденцию Фу со старой госпожой. Если бы у меня был еще один шанс, я бы не вышла за тебя замуж. Больше всего я жалею о том, что полюбила тебя. Значит, ты признаешь это. Если бы не деньги, ты бы не вышла за меня замуж три года назад. Ты бы вообще не вышла за меня замуж, верно? Три года назад, три года назад ты была в коме после той аварии. Я делала тебе массаж, мыла тебя, убирала за тобой. Даже твой родной отец был тобой возмущен, но не я. Когда ты наконец-то проснулась, ты сказала мне, что выходишь за меня замуж только для того, чтобы позлить Зиуэ. Я согласилась, потому что любила тебя. А потом я без колебаний бросила свою карьеру, чтобы заботиться о тебе в инвалидном кресле. Я отказалась от многообещающей карьеры, чтобы заботиться о тебе дома. Мне приходилось терпеть твой скверный характер, но что я получила взамен? Это, это то, что я получаю. Одно не оправдывает другого. То, что ты заботилась обо мне, не дает тебе права обижать Зиуэ, значит-значит, ты совсем ничего не помнишь. Да, ты не помнишь ничего из того, что я для тебя сделала. Потому что в твоем сердце есть место только для Линь Дзиуэ. Все равно, мне все равно, веришь ты мне или нет. Правда. Я просто надеюсь, что однажды, если ты пожалеешь хоть о чем-нибудь из этого, пожалуйста, не приходи на мою могилу. Я не хочу больше тебя видеть. Что ты имеешь в виду под словом «могила»? Какие еще ты уловки задумала? Опять пытаешься разжалобить? Господин, нехорошо. Мисс Линь упала в обморок. Что? Стань на колени. Мы сведем счеты позже. А? Шинь-янь, откуда у тебя эта рана на тыльной стороне ладони? Это... Тетя Джао. Советую тебе сказать правду. Это была мисс Линь. Мисс Линь что? Я только что была на улице. Я видела, как мисс Линь наступила на тыльную сторону ладони мисс Шин своими туфлями на высоких каблуках. А потом она бросила ее на землю. Она кричала на нее, била и пинала ее. Дзюэ только что была на улице. Но я все ясно видела в окно. Никаких ударов и пинков не было. Как ты смеешь так клеветать на Дзюэ? Какова твоя цель? Или кто-то тебя надоумил? Господин, я у меня не было выбора. Тетя Джао, советую тебе все прояснить. Иначе ты можешь забыть о том, чтобы когда-либо снова найти работу, не только в Дзянчене, но и во всей стране. Да, господин. Пожалуйста, телефон, телефон, ты должен включиться. Пожалуйста, телефон, телефон, ты должен включиться. Доктор Дзян, помогите мне, Шэнь-Янь, где ты? Алло, Шэнь-Янь. Доктор Дзян, Шэнь-Янь, что с тобой случилось? Почему у тебя ожоги, синяки, порезы и эти другие раны, которые я даже не могу распознать? О, это пустяки. Неужели ты хочешь сказать, что случайно ударилась оба стол? Ударилась головой оба угол, пролила на себя горячую воду, а потом умудрилась наступить на угол стола и поранить руку. И потом угол стола угодил тебе прямо по тыльной стороне ладони. Что-то вроде того. Ты, Шэнь-Янь, я не шучу. Эти травмы у меня есть основания полагать, что ты стала жертвой домашнего насилия. Твой муж сделал это с тобой. Скажи мне, я могу тебе помочь. Все в порядке, это действительно был несчастный случай. Я просто забыла ключи в тот день и у меня случился сердечный приступ. Не так уж все было драматично. К счастью, я уже была у тебя дома однажды, так что смогла тебя найти. Знаешь, если бы я не приехала вовремя, ты могла бы умереть. Но я проходила мимо твоего дома в тот день и видела, что свет горит. Ты уверена, что просто забыла ключи? Или твой муж запер тебя снаружи? Я. Почему ты не сказала мне, что едешь в больницу? Я везде тебя искала. Почему ты не сказала, что идешь в больницу? У мисс Шэнь очень серьезное заболевание сердца. Как ты, будучи ее мужем, мог позволить ей получить травму и еще стоять под дождем? Ты хорошо потрудилась, жена моя. Остальное мы обсудим сами, как муж и жена. Ты можешь идти. Ты еще помнишь, что она твоя жена? Доктор Дзян, операция скоро начнется. Доктор Дзян, со мной все в порядке. Идите, занимайтесь своими делами. У меня еще одна операция этим утром. Я оставлю телефон у коллеги. Если тебя кто-то обидит или тебе станет плохо, позвони мне. Спасибо. Шэнь-Янь, ты просто отвратительна. Соблазнила врача и подкупила няню. Ну-ка скажи, как мне с тобой рассчитаться? Что ты имеешь в виду? Эй, мисс Шэнь, спасите меня. Господин узнал, что я его обманула. Вы же сказали, что спасете меня, если что-то случится. Что ты опять задумала? Мисс Шэнь, вы же не можете так поступить. Вы же сказали, что дадите мне сто тысяч юаней, если я скажу, что мисс Линь вас обижает. Господин, я-я просто была вынуждена. Моей дочери срочно нужны были деньги, я-я на минуту потеряла голову. Господин, прошу вас, простите меня, что за чушь ты несешь? Я не несу чушь. У меня есть записи о переводе. Вот, записи о переводе, смотри. Даже не будем говорить о том, настоящие ли эти переводы. Дело в том, что у меня даже 20 тысяч юаней нет. Откуда бы я взяла сто тысяч, чтобы тебе их дать? Эти деньги действительно перевела тебе Шэнь-Янь. Джао по дороге сюда сказал мне, что деньги ей перевел некий господин Дзян. Он еще сказал, что потом позвонил ей, чтобы уточнить. Да, 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 да. Я растерялась и забыла. Да, после того, как мисс Шэнь сказала, что переведет мне деньги, мне позвонил какой-то господин и спросил, получила ли я их. По телефону, кажется, его называли Дзян как-то так. Дзян Юэ Чэээн, мягкий знак. Да, а, да, 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 вспомнила. Да, его называли Доктор Дзян. Ты просто отвратительно, выдумываешь такие небылицы. Брат Синхан, ты же меня знаешь, я не вру. Хорошо. Тогда позовем сюда Доктора Дзяна на очную ставку. Сто тысяч юаней не могли быть переведены без каких-либо записей. Хватит. Нечего тут расследовать. Я верю Дзя Юэ. Ты уже не первый раз соблазняешь этого врача. Неудивительно, что он помогает тебе делать эти постыдные вещи. Шэнь-Янь, я тебя предупреждаю. Если еще раз увижу тебя с этим врачом, твоему брату и бабушке не сдобровать. Брат Синхан, не надо. Вы оба так себя ведете из-за меня. Мисс Линь, что с вами? Неужели опять живот болит? Дзя Юэ. Дзя Юэ. Я в порядке, мне просто нужно немного отдохнуть. Шэнь-Янь, сиди смирно и не устраивай больше никаких проблем. Иначе пеняй на себя. Воды. Этот ребенок ведь тоже был нашим, разве не жаль, что он погиб? В любом случае, этот дурак Фу Синхан не хочет, чтобы ты на самом деле рожала этого ребенка. Ты бы просто притворилась, что чуть не случился выкидыш, и пусть он разбирается с Шэнь-Янь. Зачем тебе было на самом деле принимать лекарства и делать аборт? Фу Синхан, ребенок. Я знаю, ты переживаешь из-за ребенка, но что я могла поделать? Врач сказал, что я не смогу сохранить ребенка, у меня привычное невынашивание. В конечном счете, это все твоя вина, что не принял никаких мер в те годы, что мы были за границей. Боже мой, значит, ребенок был от Цезе и Джиньяна. Линь Цзя Юэ приняла лекарство, чтобы вызвать выкидыш. Ладно, ладно, я во всем виноват. Ничего, если этого ребенка нет, мы можем завести другого. Может быть, мы сможем использовать следующего ребенка, чтобы наконец заполучить корпорацию Фу. Боюсь, что нет. Врач сказал, что после этого выкидыша мне будет трудно снова забеременеть. Я как раз хотела воспользоваться этим шансом, чтобы Синхан убил Шиньян. Брат Синхан. Как нежно ты его называешь? Цзя Юэ. Неужели ты думаешь снова сойтись с ним только потому, что он проявил к тебе немного сочувствия? Конечно, нет. Ты же знаешь, о чем я думаю, правда? Я-то думала, кто это? А, это ты. Пошли. Помогите. Отпусти меня. Отпусти. Еще смеешь записывать? Отдай. Ты иди, я с ней разберусь. Отпусти. Шэнь. Раз ты услышала-то, что не должна была слышать, пеняй на себя. А, отпусти меня. А, отпусти меня. Ах ты, сучка. Посмела меня укусить. Отпусти. Не мечтай. Думаешь, ты сможешь просто уйти? Как раз я еще не искала приключений на свою задницу в больнице. Давай сегодня с тобой развлечемся. Уйди. Выслушай меня, это она первая меня соблазнила. Да, 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 это она первая меня соблазнила. Ты что, больная? Я же говорю, это она первая меня соблазнила. Правда она тебя соблазнила? Правда? Ты хоть понимаешь, где мы, эта больница? Я бы не стала так отчаиваться, чтобы заниматься этим в больнице, да еще и ночью. Тем более, у меня нет проблем с женщинами. Зачем мне насиловать твои обедки? Правда, это она первая меня соблазнила. Она сказала, что ей плохо живется с тобой, и попросила меня помочь ей от тебя уйти. Я не... Я не... Он врет. Ты так отчаянно хочешь сбежать. Скольких мужчин ты собираешься соблазнить, чтобы сбежать? Как низко ты готова пасть. Отпусти меня. Я ничего не делала. Посмотри на меня. Фу Син Хан. Что Цезэй Джин Ян, что Линь Дзя Юэ, ты всегда предпочитала мне не верить, так? Меня застали в постели с другим, как ты хочешь, чтобы я тебе теперь верила. Я тебя много раз предупреждала. Что ты делаешь? Десять лет прошло. Я устала. Между нами все кончено. Ты не посмеешь. Как только ты уйдешь, Шэнь Ян, я отправлю твоего брата и твою бабушку к тебе. Я умираю, почему ты все еще не хочешь меня отпустить? Хорошо. Убивай, мне все равно. Мне все равно, кого ты убьешь, мне уже безразлично. Шэнь Ян, положи нож. Ты знаешь, что у меня мало терпения. Фу Син Хан, я в долгу перед семьей. Фу, я в долгу перед бабушкой, но я тебе ничего не должна. Ты не можешь так бесконечно надо мной издеваться. Шэнь Ян, я говорю тебе в последний раз, положи нож. Я жалею, я жалею, что пришла в семью. Фу, жалею, что вышла за тебя замуж. Но ты никогда ко мне хорошо не относился, ни капельки. Три года. Я три года была служанкой в доме. Фу, три года была твоей заменой. А ты все равно сетаешь меня врагом, даже не пытаясь разобраться. Хорошо. Положи нож, и мы поговорим. Здесь больница, если ты тут устроишь скандал, врачу проблем не оберешься. Доктор ХМФ, значит, она действительно волнуется за этого врача. Да, положи нож, не создавай врачу проблем. Шэнь, что ты делаешь? Положи нож, мы все спокойно обсудим. Мисс Шэнь, пожалуйста, сначала положите нож. Не подходи, уйди. Дзяюэ. Дзяюэ. Шэнь Янь, что ты делаешь? Не испытывай мое терпение. Я испытываю твое терпение. Я ее вообще не трогала. К тому же, у меня рука травмирована, откуда у меня силы? Ты всегда ей веришь. Шэнь не виновата. Брат Синхан, я только что перенесла выкидыш, и у меня нет сил. Я сама упала. Ты еще смеешь оправдываться. Дзяюэ слабо после выкидыша, и все это из-за тебя. Брат Синхан, перестань говорить ей такие вещи, ты ее провоцируешь. Шэнь, положи нож, мы все обсудим. Только не причиняй себе вреда. Обещаю, я сегодня уйду, и больше никогда не буду вам мешать, тебе и брату Синхану. Дзяюэ. Что за чушь ты несешь? Если она хочет умереть, пусть умирает. Тебе не нужно уходить. Я не могу просто смотреть, как она умирает. Шэнь, послушай меня. Сначала положи нож, мы все обсудим. Уйди. Шэнь, янь. Я что, умираю? Почему я ничего не слышу? Быстрее, быстрее, срочно капельницу. Извините, господин, вам нельзя входить. У пациентки есть какие-нибудь первичные заболевания или хронические болезни? Есть ли аллергия на какие-либо лекарства? Пожалуйста, скажите мне все как есть. У нее проблемы с сердцем. Насколько серьезные проблемы? Я не знаю, не уверен. Кем вы приходитесь пациентке? Муж. Будучи ее мужем, ты даже не знаешь, чем она болеет. У пациентки наблюдается сильная фибрилляция прицердий, сопровождающаяся кровавой рвотой. Это очень серьезно. Ей раньше ставили диагноз кардиомиопатия или опухоль сердца. Вроде бы, нет, или есть, или нет. Что значит, вроде бы, эх, ладно, забудь. Мы будем проводить экстренные реанимационные мероприятия, исходя из реального состояния пациентки. Подпишите здесь. Похоже, тебе действительно наплевать на Шэнь-Янь. Похоже, тебе действительно наплевать на Шэнь-Янь. Что ты здесь делаешь? Врачу в больнице, разве это странно? А вот тебе, как чьему-то мужу, даже не стыдно, что ты ничего не знаешь о состоянии своей жены. Это просто неразумно. Синхан, у тебя действительно нет никаких чувств к Шэнь-Янь. Посмотри, как она относилась к тебе последние три года. Она могла растопить сердце изо льда. Неужели ты не жалеешь, раз уж ее нет? Она сама взяла нож, она сама это сделала. Если бы она не устраивала весь этот цирк, ничего бы не случилось. Это все из-за Линь Дзюэ. Это не Шэнь-Янь виновата. Синхан, ты слишком жесток к Шэнь-Янь. Почему ты слепо веришь всему, что говорит Линь Дзюэ? А все, что для тебя сделала Шэнь-Янь, ты предпочитаешь не замечать. Дзюэ бы не стала лгать. Я ее очень хорошо знаю. Фу, Синхан. Имей совесть. Шэнь-Янь бескорыстно заботилась о тебе последние три года. Линь Дзюэ сбежала давным-давно. Это она вынудила Дзюэ уехать из страны. Если бы Дзюэ была здесь, она бы тоже бескорыстно заботилась обо мне. Не знаю, Линь Дзюэ спасла тебя или нет. Но я помню, ты говорил. Шэнь-Янь прогнала Линь Дзюэ из злых побуждений. Что у нее были скрытые мотивы. Мне просто до глубины души жаль Шэнь-Янь. Ты был в коме, ты был без сознания. Чего Шэнь-Янь могла от тебя хотеть? Дзюэ. Это наши с ней дела. Тебе не нужно за нее заступаться. Я держу ее сейчас в живых только потому, что она в долгу перед Дзюэ. Она должна искупить свою вину. Ладно, это ваши семейные дела, больше я ничего не скажу. Не вини меня, что не предупредил. Всегда лучше проявить немного милосердия. Не приходи ко мне плакаться, когда потом пожалеешь об этом. Когда ты, наконец, одумаешься, будет слишком поздно заглаживать свою вину за то, что ты с ней сделал. Мне не за что извиняться. Она должна искупить свою вину. Она виновата. Я не виноват. Кто здесь из родственников Шэнь-Янь? Я. Шэнь-Янь вне опасности. Мы переводим ее в палату для наблюдения. Сначала пойди, пожалуйста, оформи документы. Я мигом. Эх. Влюбленные слепы. Мы все видели, как преданно Шэнь-Янь вела себя последние три года. Почему бы тебе не попробовать поверить Шэнь-Янь хоть раз? Узнай про ту тетю Юй, которая ухаживала за моей бабушкой. Приведи ее ко мне, когда найдешь. Мне нужно знать настоящую причину, по которой бабушка выгнала Дзиуэ много лет назад. Брат Син-Хан, ты меня подозреваешь? Почему ты не отдыхаешь в своей палате? Ты не обожглась? Я в порядке. Я подумала, что раз Шэнь-Янь больна и, наверное, не ела. А ты за ней ухаживал. Я попросила Джао сварить тебе суп и принести его. Ты плохо себя чувствуешь. Впредь поручай такие дела кому-нибудь другому. Брат Син-Хан, ты все еще мне не веришь, да? Ты думаешь, я тебя обманываю, что я оклеветала Шэнь-Янь. Поэтому ты хочешь найти тетю Юй? Чтобы она подтвердила слова Шэнь-Янь. Дзиуэ, ты не так поняла. Я ни за что тебе не поверю. Тогда зачем ты ищешь тетю Юй? Я просто волнуюсь, что кто-то еще мог быть замешан, кроме Шэнь-Янь. После того, что они с тобой сделали, нужно докопаться до правды. Я должна добиться для тебя справедливости. Я выжила только потому, что думала, что снова увижу тебя. Если даже ты мне не веришь, то в чем смысл жить? Дзиуэ, ты так страдала из-за меня. Не волнуйся, чтобы не говорили другие, я всегда буду на твоей стороне. Брат Син-Хан, я думала, ты меня больше не хочешь. Шэнь-Янь. Шэнь-Янь, ты очнулась. Дзиуэ, почему бы тебе не пойти отдохнуть? Я зайду к тебе позже, хорошо. Фу Син-Хан все-таки заподозрил неладное. Если он найдет ту самую тетю Юй, он узнает, что я бросила его ради ЦЗ и Джиньяна. Тогда все кончено. Нет, я должна нанести удар первой. Шэнь-Янь. Что у тебя за болезнь? Лучше скажи мне правду. Не зли меня. Врожденный порог сердца, ты же знаешь. Он у меня с детства. Врач сказал, что твой случай не так прост. Это не похоже на обычную болезнь сердца. Я также слышала, как тот доктор Дзян. И твой лечащий врач говорили о том, что тебе нужна пересадка сердца. Не твое дело, что со мной не так. Ты все равно мне никогда не веришь, так зачем спрашивать? Шэнь-Янь, тебе лучше не лгать мне. Твоя жизнь тебе больше не принадлежит. Я держу тебя в живых ради ЦЗ и Юй, чтобы ты могла искупить свою вину перед ней. Хочешь умереть? Хорошо, но умрешь после того, как искупишь свою вину. Фу Син-Хан. Помогите, помогите. Что-то случилось на кровати номер три. Кто-нибудь, скорее. Кровать номер три. ЦЗ и Юй. Син-Хан, спаси меня. Это не я, я этого не делал. Скорее помогите ей, быстрее. Шурин. Медсестра сказала, что моя сестра ищет меня. И как только я вошел, она ударила себя ножом. Эта женщина ударила себя ножом прямо у меня на глазах. Не называй меня Шурином, ты этого не заслуживаешь. Ни ты, ни твоя злобная сестра этого не заслуживаете. Сэр, пожалуйста, успокойтесь. Давайте дождемся полиции, чтобы разобраться с этим. Пойдем, пойдем. Отпусти меня, мне нужно увидеть мою сестру. Иди к черту. Фу Син-Хан, отпусти моего брата. Отпустить его, он убийца. Он ударил ножом Цзиа Юэ. Цзиа Юэ все еще спасают. И ты хочешь, чтобы я его отпустил. Таких, как он, надо расстреливать. Невозможно, мой брат не мог никого убить. Если ты посмеешь его тронуть, я буду драться с тобой насмерть. Убирайся, Шэнь-Янь, я тебя предупреждаю, если я узнаю, что это ты его надоумил. Сестра Сестра, ты в порядке? Сестра, с сестрой все в порядке. Сиой, скажи мне, это был не ты, верно? Это был не я. Там была медсестра, она сказала, что ты здесь и хочешь меня видеть. Как только я вошел, эта женщина ударила себя ножом. Потом вошли врачи и медсестры. Сиой, не бойся, я тебе верю. Сестра защитит тебя. Хорошо сказано. Ты сама себя защитить не можешь, а хочешь защитить этого убийцу. Пусть он объяснится в тюрьме, когда приедет полиция. Ах, Фу Син-Хан. Умоляю тебя. Нельзя, Сиой еще ребенок, оставь его в покое. Если у тебя есть ко мне дело, делай со мной все, что хочешь. Значит, ты признаешь это. Это ты навредила Дзя Юэ, ты знала, что твой брат несовершеннолетний и не попадет в тюрьму. Это ты его надоумил, не так ли? Да, да, как хочешь. Только не трогай Сиой. Что значит, как я хочу? Куда бы я ни пошел, что бы я ни делал. Буду твоим валом, твоей лошадью. Даже если ты попросишь меня сейчас умереть, я готов. Хорошо. Ты сама это сказала. Ты сказала это мне. Я только прошу тебя не трогать Сиой. Повредить его или нет, зависит от твоей искренности. Господин Фу. Мисс Линь теперь вне опасности. После получаса наблюдения в реанимации ее можно будет забрать. Однако. Однако что? Однако матка Мисс Линь повреждена. Возможно, в будущем она не сможет иметь детей. Ах. Сестра. Теперь ты довольна, не так ли? Дзя Юэ не может иметь детей. Тогда по какому праву ты оставляешь себе матку? Свою фертильность. Что ты имеешь в виду? Я слышал, что за границей уже были успешные случаи пересадки матки. Раз Дзя Юэ не может иметь детей, ты отдашь ей свою матку. Считай, что ты ей этим отплатишь. Фу Син Хан, что ты сказал? Я слышал, у мисс Шэнь только слабое сердце. Почему твои уши тебя тоже подводят? Хорошо. Я могу отдать свою матку Линь Дзя Юэ. Но. У меня есть одно условие, Шэнь Янь. Никогда бы не подумал, что ты даже свою собственную матку будешь использовать как разменную монету. Я тебя недооценил. Просто скажи, ты согласна или нет? Шэнь Янь. Никогда бы не подумал, что ты даже свою собственную матку будешь использовать как разменную монету. Я тебя недооценил. Просто скажи, ты согласна или нет? Какое право ты имеешь сейчас со мной договариваться? Я говорю тебе пожертвовать, ты пожертвуешь. Не говоря уже о матке, даже твои почки, легкие. Можешь ли ты сопротивляться? Ты можешь заставить врачей сделать мне операцию. Но пока я не захочу, у меня найдутся способы сделать так, чтобы операция прошла неудачно. Даже если мы оба погибнем, ты все равно не сможешь спасти свою драгоценную Линь Дзя Юэ. Фу Син Хан. Ты можешь не щадить меня. Только отпусти мою бабушку и брата. Я могу прямо сейчас подписать согласие на пересадку матки. Ты только что напомнила мне об этом своим выражением лица. С твоим грязным телом ты недостойна давать Дзя Юэ свою матку. У меня есть предложение такое, которое позволит тебе испытать ту же боль, что и Дзя Юэ. Это будет твоим искуплением перед Дзя Юэ. Что ты делаешь? Куда ты тащишь мою сестру? Пьяный до утра. Что? Отпусти меня. Ого, господин Фу, какими судьбами. Проходите, присаживайтесь, присаживайтесь. О, это, стало быть, любовница молодого Фу. Какая красивая. Молодому Фу повезло. Она недостойна быть моей женщиной. Просто у меня сегодня хорошее настроение, решил вывести ее поразвлечься с вами. Такую красотку редко встретишь. У молодого Фу отличный вкус. Молодой Жуань и господин Джао тебя хвалят. Не слышишь? Предложи им тост. Внешность тоже ничего. И фигурка просто супер. Такая нежная кожа. Это мисс Шэнь, непростая женщина. Любит повеселиться, не прочь получить острых ощущений. Интересно, сможешь ли ты ее удовлетворить? Фу Син Хан, ты? О, значит, любит поиграть. Мне нравится. Что ты делаешь? Сестренка, братик любит таких девочек, как ты. Расскажи, как тебе нравится играть. Я тебя обязательно удовлетворю, заставлю тебя умолять. А еще... Ха-ха-ха, старинован. Даже ты иногда ошибаешься. Неблагодарная тварь. Вот что бывает, когда ты мне изменяешь, Шэнь-Янь. Ты поплатишься за то, что флиртуешь со всеми этими мужиками. Посмело меня ударить. Ты себя кем возомнила? Я таких, как ты, видела много. Не строй из себя невинную и благородную. Такие, как ты, просто шлюхи потасканные. Ты не человек. Ругайся, я тебе вот что скажу. Господин Фу, ты... Сам напросился, только я могу ее бить. Фу Син Хан, отпусти меня. Отпусти меня, мне больно. Что ты делаешь? Фу Син Хан. А, Фу Син Хан, что ты делаешь? Мне больно. Убей меня, покончи с моими мучениями, давай прекратим мучить друг друга. Ни за что, либо ты, либо я. Умойся и переоденься, потом выходи. Фу Син Хан. Что я такого сделала, что ты так со мной обращаешься? Неужели моя самая большая вина, это та, что я люблю тебя? Ты сможешь меня отпустить, отпустить себя, только если я умру. Я жалею, что пришла в семью Фу, жалею, что вышла за тебя замуж. Я три года была служанкой в доме Фу. Фу Син Хан. Неужели тебе жалко меня выбросить? Делай со мной, что хочешь, мне уже все равно. Хочешь сбежать и жить с другим мужчиной? Мечтай. Шэнь Янь, ты готова? Шэнь Янь, я тебя предупреждаю, не пытайся подшучивать. Твой брат, он так долго там сидит, ты опять хочешь сбежать. Я все время думаю о том, чтобы сбежать от тебя. Ты не посмеешь. Что ты делаешь? Другие мужчины могут тебя трогать, а мне нельзя. Убей меня. С другими мужчинами ты вся такая милая и нежная, а со мной, такая терпеливая и многострадальная. Не забывай, мы еще не разведены. Отпусти меня, отпусти меня. Фу Син Хан, я человек. Я не твоя игрушка. Даже если мы не разведены, ты не можешь меня принуждать, если я этого не хочу. Если ты продолжишь в том же духе, я покончу с собой. Умирай. Твоя жизнь и смерть, не в твоих руках. Ты что, забыла, что твой брат только что ранил Дзя Юэ? Ты же хотела, чтобы я пощадил твоего брата и твою бабушку. Тогда ты сядешь в тюрьму вместо своего брата. Сестра Мэй, это она. Мы за деньги делаем свою работу. Раз кто-то хочет твоей смерти, мы тебя развлечем. Пошли. Что происходит? Полиция. Полиция. А. А-а-а, ты. Стерва. Бейте ее. Помогите, помогите. Ты хочешь кусаться? Кусаться, я тебя научу кусаться. Подождите. Ого, какой молоденький красавчик. Отнеси его и повесь у моей кровати. Вот это мне по вкусу. Верните мне фотографию. Что ты говоришь? Я тебя не слышу. Верни мне фотографии. Сука. Как ты смеешь пытаться что-то у меня забрать, сестра Мэй. Посмотри на себя. Я сказала, верни мне фотографии. Верни их. Верни. Я тебя задушу. Я тебя задушу. Я тебя задушу. Ты так много работал в последнее время, брат Синхан. Выпей имбирного чая. Я сделала его сама. Впредь поручай такие мелочи Джао. Брат Синхан. Я недавно научилась точечному массажу. Как насчет того, чтобы я сделала тебе массаж? Брат Синхан. Дзе Юэ, ты плохо выглядишь. Почему бы тебе не вернуться в свою комнату и не отдохнуть? Дзе Юэ. Брат Синхан, у меня так кружится голова. Поможешь мне вернуться в комнату? Господин Фу, плохие новости. Что-то случилось в изоляторе. Бесполезные идиоты. Вы не смогли справиться даже с одной больной женщиной. Фу Синхан будет только больше ее жалеть, если она будет полумертвой. Господин Фу. Из полицейского участка сообщили, что ближе к вечеру. У мисс Шен началась кровавая рвота после ужина. К тому времени, как ее нашли, все было очень серьезно. Поэтому ее и привезли сюда. У нее не могла начаться кровавая рвота без причины. Я осмотрел ее. У нее по всему телу травмы. Это вовсе не проблема с сердцем. Разве внутри камер нет охраны? Как кто-то мог причинить ей боль? Как хирург? Ты думаешь, у меня нет даже такой элементарной способности судить? Господин Фу. Лучше не обманывай себя. Господин Фу, Шэнь-Янь прямо здесь. Раз ты мне не веришь. Этого раньше не было. Все выйдите. Брат Синхан, позволь мне остаться здесь с тобой. Проводите мисс Линь обратно в палату. Да, господин. Мисс Линь, прошу. Не подходи, не трогай меня. Не трогай меня, не бей меня. Я просто хотела преподать тебе урок, заставить тебя сдаться, но что здесь, в конце концов, происходит? Шэнь-Янь, ты очнулась. Не бей меня. Не убивай меня. Шэнь-Янь, что на тебя нашло? Это я, Фу Синхан. Фу Синхан. Фу Синхан тоже хочет меня убить. Они все хотят меня убить. Успокойся. Умоляю тебя. Я отдам Линь Дзюэ свою матку. Я отдам тебе свою жизнь. Я отдам тебе все. Только, пожалуйста, верни мне брата. Верни мне бабушку. Пощади меня. Умоляю. Я встану перед тобой на колени. Умоляю тебя. Прости меня. Пожалуйста. Умоляю тебя. Фу Синхан. Я тебя умоляю. Отпусти меня. Не трогай меня. Нет. Что с ней? Наш предварительный диагноз – посттравматический стресс. Посттравматический стресс. После того, как человек переживает сильную психологическую травму, его мышление может нарушиться. Мозг запускает механизм самосохранения. Пациент может забыть некоторые неприятные события. Это может привести к искажению памяти и эмоциональной нестабильности. Это и психологическое, и психическое заболевание. Ты хочешь сказать, что она сошла с ума? Господин Фу, случай Шэнь-Янь очень сложный. У нее внутренние травмы, внешние травмы, болезни сердца, а теперь еще и это психологическая травма. Если ты действительно заботишься о ней, ты бы не стал забирать ее из больницы. Шэнь-Янь – моя жена. Я позабочусь о ней, учитывая ее состояние. Любая дальнейшая стимуляция извне может спровоцировать биполярное расстройство. Мне все равно, какое у нее расстройство. Я забираю ее домой. Мы приехали, господин Фу. Пойдем. Шэнь-Янь, мы дома. Дом. Верно, это твой дом. Не помнишь? Это не мой дом. Мой дом – это приют. Это твой дом. Я твой муж. Не помнишь? Фусин Хан. Ты Фусин Хан. Мисс Шэн. Мисс Шэн, вы в порядке? Что случилось? Господин Фу, после того, как вы приготовили ей десерт, она сказала, что ей нужно в уборную, поэтому я пошел с ней. Прошло два часа, а ее все нет. Бесполезная вещь. Шэнь-Янь, открой дверь. А, я еще не наигрался в больнице. А, ты просто оставайся в этой комнате. А, Шэнь-Янь, умри. А, не подходи. Не подходи, не подходи. А, не подходи. Шэнь-Янь. А, не трогай меня, не трогай. Шэнь-Янь. Это я, Фусин Хан. Я не слушаю. Не бойся, я здесь, никто тебя не тронет. Правда? Правда. Мы дома, Шэнь-Янь. Наш дом. Ты вся промокла, давай, я помогу тебе переодеться. Что ты сказала? Возвращайся скорее, господин Фу вернул Шэнь-Янь. И чем они сейчас занимаются? Господин Фу лично заботится о ней. А где Сиоэль? Почему Сиоэль нет дома? Хорошо, что она все еще помнит Шэнь-Янь, даже несмотря на то, что она в таком состоянии. Сиоэль в порядке, он в больнице. Шэнь-Янь. Я помогу вам связаться с человеком, который был раньше. Можно ли позволить ему продолжать жертвовать сердца твоему брату? Что случилось? Господин Фу. Тот господин Чжо уже год был тяжело болен. На прошлых выходных у него случился внезапный рецидив, и он скончался. Господин Фу, с нынешним уровнем медицины в нашей стране, даже при креоконсервации. Сердце нельзя будет пересадить через 24 часа. Кроме того, ты сам сказал, что оно тебе больше не нужно. Ясно. За ошибки приходится платить. Считай, что все, через что ты сейчас проходишь, это расплата перед Зя Юэ. Не волнуйся. Если будешь слушаться, я больше не буду тебя мучить. А еще я помогу твоему брату найти подходящее сердце. Спокойной ночи. Шэнь-Янь. Шэнь-Янь, где ты? Не прячься. О! Почему ты прячешься в шкафу и в одежде Синхана? Разве ты не знаешь, что у Синхана обсессивно-компульсивное расстройство? Что, если ты его испачкаешь, вот почему ты все еще здесь сидишь? Твой брат скоро умрет. Что случилось с Сиой, ты еще не знаешь? Тот человек, который обещал пожертвовать свое сердце Шэнь-Янь, умер три дня назад. Невозможно. Невозможно. Не волнуй ее. Я хочу посмотреть, умрешь ли ты от волнения. Это свидетельство о смерти. Он умер три дня назад в прошлое воскресенье. Его звали Чжоу Цзинь, а ты же его помнишь. Не может быть, это невозможно. Ты все еще не веришь? Тогда я позвоню и подтвержу это для тебя. Декан Цзинь. Тот человек, который обещал пожертвовать свое сердце Шэнь-Янь, он скончался. Он все еще может пожертвовать свое сердце. Госпожа Линь. Дело не в том, что наша больница не хочет помочь. Если бы был какой-то способ, мы бы его обязательно нашли. Господин Чжоу скончался три дня назад, его сердце больше нельзя пересаживать. Очень жаль. Есть ли другой способ? Найти подходящего донора сердца и так очень сложно. Честно говоря, найти другого за такой короткий промежуток времени практически невозможно. Видишь, я не врала. Невозможно, невозможно. Господин Чжоу был в порядке. Как он мог так внезапно умереть? Неужели кто-то приложил к этому руку? Господин Чжоу уже год был тяжело болен, ему было слишком больно. Поэтому я помогла ему и позволила ему раньше отправиться в лучший мир. Я убью тебя. Меня хотят убить. Госпожа Шэнь хочет убить меня. Помогите, госпожа Шэнь. Госпожа Шэнь, успокойтесь. Не делай глупостей. Тетя Джао, тетя Джао, спасите меня. Не подходи. Я не подойду, не подойду. Госпожа Шэнь, пожалуйста, отпустите госпожу Линь. Она причинила вред моему брату. Я убью ее. Я убью ее. Дзя Юэ. Дзя Юэ, Дзя Юэ, Син Хан. Дзя Юэ, что случилось? Шэнь Янь, она. Я велела тетя Джао присматривать за ней, не пускать никого в ее комнату. Как такое могло произойти? Эта мисс Линь по доброте душевной хотела зайти проведать мисс Шэнь. Но почему-то... Мисс Шэнь как с цепи сорвалась, начала душить мисс Линь. И вот что из этого вышло. Где Шэнь Янь? Господин Фу. Мисс Шэнь все время сидит в своей спальне, не выходит, как ни зови. Может быть, она испугалась. Тетя Джао. Разве я не говорила? Нельзя пускать никого в комнату Шэнь Янь. Почему мисс Линь туда зашла? Я. Брат Син Хан, это я настояла на том, чтобы войти. Я слышала, что мисс Шэнь заболела, и хотела ее проведать. У Шэнь Янь биполярное расстройство, ее настроение нестабильно. Возможно, она сама не понимает, что делает. Дзя Юэ. Давай не будем ее винить на этот раз. Что? Я не ослышалась. Фу Син Хан ее защищает. Хорошо, что я заранее внедрила в больницу своего человека. Иначе я бы зря с лестницы упала. Господин Фу, мы провели повторное обследование. У мисс Шэнь нет никакого биполярного расстройства. Это была ошибка доктора Дзян Юэ Че Эн Я. Наша больница временно отстранила его от работы. Разве раньше не был поставлен диагноз «биполярное расстройство»? Как можно было поставить неправильный диагноз? Что с вами такое? Господин Фу, мисс Линь, это действительно халатность нашей больницы. Дзян Юэ Че Эн Мягкий знак, всего лишь кардиохирург. Даже если Шэнь Ян был поставлен неправильный диагноз, какое это имеет отношение к нему? Родственница доктора Дзяна, Дзян Вэй, она психиатр в нашей больнице. Так что мисс Шэнь, ты хочешь сказать, что Дзян Юэ Че Эн Мягкий знак помог Шэнь Ян подделать диагноз? Мы сами были очень удивлены, когда об этом узнали. Все-таки эти два доктора всегда имели хорошую репутацию в нашей больнице. Господин Фу, это действительно ошибка нашей больницы. Мы уже отстранили от работы обоих врачей. Если у вас есть какие-либо другие требования, не стесняйтесь, говорите. Наша больница постарается вам помочь. Брат Син Хан, я не хотела ничего говорить, потому что Шэнь Ян и так столько пережила с этим тюремным заключением и госпитализацией. Я боялась, что она этого не выдержит психологически, но теперь я знаю, что она притворяется, я не могу молчать. Говори. На самом деле, в тот день, когда я зашла к ней в комнату, я услышала, как она разговаривает по телефону. Кажется, она разговаривала с этим доктором Дзяном. О чем они говорили? Она говорила что-то про психологический диагноз и благодарила доктора Дзяна. Она сказала, что уже вышла из тюрьмы, и что с пересадкой сердца для ее брата все улажено. Она сказала, что в тюрьме специально подставилась под удар этой сестры Мэй. Но все это того стоило. Ну погоди, Шэнь Ян. Фусин Хан тебя на этот раз не пощадит. Где мисс Шэнь? Господин, мисс Шэнь сейчас проходит сеанс гипнотерапии. Психотерапевт сказал, что ее нельзя беспокоить в течение часа. Психотерапевт. Доктору еще в самолете, он прилетит в Дзянчен только днем. Тогда кто этот психотерапевт? Пришел высокий мужчина, сказал, что он психотерапевт. Он уже почти полчаса там. Господин Фу, это. Звоните в полицию, срочно ее найдите. Есть. Ты отправил мне это сообщение незадолго до того, как Линь Дзя Юэ упала с лестницы. Так, я тебе не отправлял никаких сообщений. Как это возможно? Я точно получил одно. Что происходит? Я подумал, что ты оба мне беспокоишься, и случайно зашел проведать. Шэнь Ян. Шэнь Ян. Ты в порядке? Я в порядке. Забудь, это уже не важно. Твое состояние очень плохое. Тебе нужно лечь в больницу, как из-за сердца, так и из-за психологического состояния, чтобы мы могли постоянно за тобой наблюдать. Дома тебе слишком опасно. Доктор Дзян, я не могу уйти. Что будет с бабушкой и с моим братом, если я уйду? Если я уйду с тобой, я буду тебе обузой. Немедленно выйди оттуда. Отпустите ее, она больная. Отпустите. Если бы не камеры, я бы и не знала, что доктор Дзян на такое способен. Увести чужую жену. Фу Син Хан, если у тебя есть яйца, нападай на меня. Отпустите его. Нет, он не он меня не похищал, я сама хотела уйти с ним. Янь-Янь, он тебя не обидел? Офицер, у моей жены биполярное расстройство, она психически нестабильна. Не верьте ей. Нет, это не так, я не сумасшедшая, я действительно хотела уйти с ним. У тебя опять помутнение рассудка. Офицер, этот доктор Дзян выдавал себя за психиатра и проник в мое поместье, чтобы похитить мою жену. Я подаю на него в суд за преступную деятельность. Это не клевета. Так ведь, нет. Это не так. Так-так, у вас больное сердце. Постарайтесь сохранять спокойствие. Вы можете рассказать мне, что у вас на уме. Тот балкон такой высокий. Что, если бы у вас случился сердечный приступ? Офицеры, пожалуйста, поверьте мне. Я уже развелась с этим мужчиной. Он угрожает мне моим братом и бабушкой. Он заставляет меня оставаться здесь. Он еще. Чем больше ты говоришь, тем безумнее звучишь. Ты сейчас эмоционально нестабильна. Позволь мне отвезти тебя обратно. Ладно, офицеры, я оставлю остальное вам. Я добьюсь того, чтобы этот преступник понес всю строгость закона. Что касается моей жены, я приведу ее дать показания, когда она придет в себя. Хорошо, господин Фу. Офицер. Доктор Дзян. Пройдите с нами, пожалуйста. Куда ты собралась? Так спешишь спасти своего любовника. Это не имеет к нему никакого отношения. Я попросила его увезти меня. Если тебе есть что сказать, говори мне. Не волнуйся. Ты получишь то, что тебе причитается. Никому не открывать эту дверь, кто бы ни пришел, кроме меня или кого-то, кто принесет еду. Следите за ней внимательно. Если она сбежит, вы все заплатите. Да, господин. Фусин Хан, выпусти меня. Фусин Хан, ты чудовище. Черт, это же больница. Тут повсюду камеры. Что с камерами? Теперь я управляю этой больницей. Удалить несколько записей с камер. Пустяки. Хватит об этом. Мне нужно обсудить с тобой кое-что важное. Син Хан начинает меня подозревать. Его IQ, должно быть, довольно низок, раз он только сейчас начал тебя подозревать. Заткнись. Ты просто надеешься, что меня поймают. Ой, не бойся, если нас поймают. Я просто рожу от тебя ребенка. Ты просто скажешь ему, что это его ребенок. Даже если он узнает, он ничего не сможет с тобой сделать. Это называется козырь в рукаве. Ха-ха, разве у меня было недостаточно выкидышей за все те годы за границей? Я больше не могу забеременеть. Какая досада, какая досада. Это нельзя, то нельзя. Дзи Юэ. Мы могли бы просто пойти до конца. И устроить Фу Син Хану еще одну аварию, как мы сделали много лет назад. Сэ-Зэй Джин Ян, я тебя предупреждаю. Если ты еще раз упоминишь ту аварию с Фу Син Ханом, пеняй на себя. Ой-ой-ой, ты действительно злишься? Да. Хорошо, хорошо, хорошо. Я больше не буду об этом говорить. Тогда позволь мне поцеловать тебя. Ха-ха, в больнице. Что ты делаешь? Нет, давай, ха-ха-ха. Господин Сэ-Зэй, учитывая, что ты дядя моего пасынка, я была готова называть тебя, дядей, как Син Хан. Но подумать только, ты. Кто там? А, она моя. Ты кто такой, чтобы пытаться ее у меня украсть? Ладно. Считай, тебе повезло. Чтобы я тебя больше не видел. Ты в порядке? Брат Син Хан, я увидела господина Сэ-Зэй и вон там и подумала поздороваться с ним. Но я не ожидала. Держись подальше от Сэ-Зэй и Джин Яна отныне. Просто обходи его стороной. Тебе даже не нужно здороваться. Понятно? Да. Сэ-Зэй и Джин Ян всегда много пил. И потом, здесь так много людей. Неужели никто не услышал бы Дзюэ, если бы она позвала на помощь? Брат Син Хан, у меня что-то на лице. Я думаю о делах компании. Я ведь не спрашивала его, чем он занимается. Так почему он так нервничает? Неужели он намеренно меня избегает? Брат Син Хан, я знаю, ты занят работой, но тебе тоже нужно отдохнуть. Хорошо. Дзюэ, что ты здесь делаешь, в больнице? Я все еще не очень хорошо себя чувствую после последнего выкидыша. Поэтому я пришла в больницу, на осмотр. Почему он вдруг спрашивает меня об этом? Дзюэ, я знаю, ты любишь детей. Но забеременеть, это судьба. Не слишком. Брат Син Хан на самом деле. Я подумала. Если ты действительно так сильно хочешь детей, я могу попросить Шин Ян выносить для тебя ребенка. Что ты говоришь? Пусть это будет ее способом искупить свою вину. Я знаю, тебе, наверное, трудно это принять. Но процент успешных пересадок матки очень низок. Мы не можем так рисковать. Ты думаешь, я больной, Шин Ян родит тебе ребенка, а я его буду воспитывать. Я что, нянька? Я поняла, Син Хан. Дай мне подумать. Дзюэ, не думаю об этом слишком много, я оба всем позабочусь. Чертова Шин Ян. Что нужно сделать, чтобы ты исчезла навсегда? Кто там? Куда идешь? Не волнуйтесь, господин Фу. Я не выйду из этой комнаты. Вот и хорошо. Мне нужно с тобой поговорить. У меня есть право отказаться от приказов господина Фу. Хорошо. Тогда роди ребенка для Дзюэ. Что значит родить ребенка для Дзюэ? Ты в порядке? Отпусти меня. Я не хочу разговаривать с тем, кто не в себе. Шин Ян. Не будь неблагодарный. Честно говоря, всемирно известный кардиохирург, профессор Джао, вернется в Китай в следующий понедельник. Что ты имеешь в виду? Я с ним связалась, он видел документы Шин Ю Я. Он сказал, что есть надежда на выздоровление, и пересадка сердца не потребуется. Он также может посмотреть и твою болезнь. Ты правду говоришь? Мне нужно тебе лгать о такой мелочи. Как твой дедушка поживает? Когда я вернусь в понедельник, найду его и мы хорошенько выпьем. Понятно? Нужно, чтобы я сделала видеозвонок и подтвердила это для тебя. Не нужно. Профессор Джао вернется на следующей неделе. Я могу забыть о том, что ты сбежала с Дзян Ю Ченем. Шин Ян, я тебе так помог, разве ты не должна мне отплатить? Не беспокойте ее, принесите ей поесть в полдень, пусть подольше поспит. Хорошо. Эта тварь, уже при смерти, а все еще соблазняет Синхана. Зачем ты пришла? Вон отсюда. Что, я не вовремя? Неужели госпожа Шинь разговаривает по телефону со своим любовником, замышляя побег? Следи за своим языком. Я такая же отвратительная, как ты. Дай-ка я посмотрю, правда ли ты разговариваешь со своим любовником. Верни мне. Чего ты нервничаешь, если тебе нечего скрывать? Я только что позвонил в больницу, чтобы проверить состояние моего брата. Да ну? Тогда позволь мне сказать тебе, что не нужно звонить в больницу. Я могу тебе сказать, что ты имеешь в виду, твой брат не выживет. И он умрет не от болезни. А потому, что у него такая сестра, шлюха. Ты смеешь меня бить? Да, я тебя ударила. Ты смеешь проклинать Ся-Юй? Тебя ждет ужасная смерть. Посмотрим, кто из нас умрет первым, Шэнь-Янь. Шэнь-Янь. Посмотрим, кто из нас умрет первым. Ты что, больная? Что ты делаешь? Ты больная? Мисс Шэнь, зачем вы меня толкнули? Вы сами упали. Вы. Ой, как больно. Дзя-Юэ. Шэнь-Янь, не перегибай палку. Я тебя предупреждаю в последний раз. Веди себя хорошо и сиди дома. И не ищи проблем с Дзя-Юэ. И не вздумай ни с кем встречаться. Все верно, мисс Шэнь. Господин сказал, что вам нельзя выходить. Мисс Линь просто хотела вас остановить, ради вашего же блага. Не стоило этого делать. Вы, госпожа и служанка, хорошо сработались. Время рассчитано идеально. Мисс Шэнь, как вы можете так нас обвинять? Меня и мисс Линь. Я просто выполняю приказы господина. Я просто делаю свою работу. А мисс Линь просто хотела вам посоветовать из добрых побуждений. Не принимайте доброту за слабость. Все вон. Я не хочу вас видеть. Ты, брат Сен-Хан, не злись. Раз мисс Шэнь не хочет нас видеть. Она плохо себя чувствует. Ее нельзя больше волновать. Мисс Шэнь, у вас сломался телефон. Я отнесу его в ремонт. Верни мне. Я его в ремонт несу. Это всего лишь ремонт телефона. Чего ты так нервничаешь? Дзязя. Кабао дайде. Дайде. Это всего лишь небольшой ремонт. Я скоро верну тебе телефон. И еще. Тебе не нужно беспокоиться о Шэнь Юй. Профессор Джао скоро вернется в страну. С его мастерством Шэнь Юй быстро поправится. Линь Цезэ Я Юэ. Тебе лучше не пытаться меня обмануть. Иначе я тебя не отпущу. Я запомнила эту пощечину. Ты у меня еще поплишешь. Что ты задумала? Позволь мне сказать тебе кое-что. Если ты хочешь причинить кому-то боль, причини боль мне. Если ты осмелишься что-нибудь сделать, я тебя никогда не прощу. Ты оставайся, в своей комнате, даже не думай выходить и соблазнять мужчин. Дьяволы. Что вы собираетесь со мной сделать? Дьяволы. Не издавай ни звука, даже если она умрет. Да, господин. Шэнь Янь, я заставлю тебя потерять все, что тебе дорого, как личинка в сточной канаве. Ты будешь ползать у моих ног и умолять о пощаде. Господин Фу, мисс Линь только что вышла. Мне остаться присматривать за домом или последовать за ней? Последуй за ней. Да, господин. Господин, мисс Шэнь отказывается от еды. Она даже крушит вещи. Мы боимся, что с ней опять что-то не так. Поэтому я и позвонила вам. Не могли бы вы, пожалуйста, вернуться и посмотреть? Хорошо, иди и приготовь какую-нибудь легкоусвояемую еду. Эх. Что это за таблетки? Что с тобой на самом деле? Просто лекарства от обычного сердечного заболевания. Почему ты не ешь? Меня здесь запирают, как животное. У меня нет аппетита. Зачем ты себя мучаешь? Профессор скоро вернется. Он обязательно сможет вылечить Шэнь Ю Я. Не дай Шэнь Ю выздороветь. Только для того, чтобы ты сама себя замучила до смерти. Джао скоро принесет тебе поесть. Тебе нужно что-нибудь поесть. Если ты еще раз закатишь истерику и откажешься от еды. Что случилось? С Сио Юем что-то случилось. Сио Юй, как он мог попасть в аварию, ни с того ни с сего? Твой брат поговорил с администратором, прежде чем уйти. Он сказал, что кто-то звонил с твоего номера. Они сказали, что у тебя срочная медицинская помощь, и велели ему скорее ехать в народную больницу Дзянчена, а потом, по дороге сюда. Он он до сих пор на операции. Твой телефон сломался, я отдала его в ремонт. Как такое могло случиться? Это, должно быть, была Линь Дзи Юэ. Дзи Юэ бы никогда такого не сделала. Здесь должно быть какое-то недоразумение. Недоразумение? Фу Син Хан. Я не хочу тратить на тебя слова. Если с Сио Юем что-то случится. Клянусь, Шэнь Янь. Я затащу тебя и Линь Дзи Юэ в ад вместе с собой. Шэнь Янь, что за чушь ты несешь? Кстати о телефонах, я звонила тебе целый день, а ты не отвечала. Я наконец-то нашла подходящее сердце. А вы решили все испортить в самый ответственный момент. Подходящее сердце. Доктор Дзян. Это отделение неотложной помощи. Это не ваше отделение. Что? Шэнь Янь. Все не так, как ты думаешь. Хватит, Шэнь Янь. Прекрати. Это жизнь моего брата. Подходящее сердце. Это значит, мой брат наконец-то сможет жить здоровой жизнью, свободной от всех его тягот. Ты скрыла это от меня. Чем это отличается от убийства? Перестаньте драться. Это вход в отделение неотложной помощи. Шэнь Юй там борется за жизнь. Прости меня, братишка. Сиоэ. Шэнь Янь здесь. Я. Согласно нашей информации, Шэнь Юй получил телефонный звонок. С номера мисс Шэнь. Прежде чем попросить отпуск, чтобы выйти. Офицер, мой телефон сломался. Кто-то со злыми намерениями забрал его. Офицер. Мисс Шэнь не делала этот звонок. Очевидно, что кто-то намеренно подставил ее. Пожалуйста, вы должны докопаться до правды. Не позволяйте злодею уйти от ответственности. Доктор Дзян. Не волнуйтесь, мы обязательно во всем разберемся. Тогда, не могли бы вы сказать нам, у кого был телефон мисс Шэнь во время инцидента? Лин Дзи Юэ. У Лин Дзи Юэ он был. Простите, это Лин Дзи Юэ, о которой вы говорите. Это она. Это она. Офицер. Что это за фотография? Это кто-то из другого отделения. Данные с камер наблюдения. Показывают, что звонок был сделан из ремонтной мастерской. Раз это была не сама мисс Шэнь, то человек, который принес туда телефон, очень подозрителен. Это уже не простое ДТП. Эти доказательства ничего не доказывают. Мы все тщательно расследуем. Мы найдем неопровержимые доказательства. Мы точно не оклеветаем невиновного человека, и ни за что не отпустим ни одного преступника. Брат Син Хан, как Шэнь Юэ, с ним все в порядке. Лин Дзи Юэ. Ты еще смеешь сюда приходить? Осторожно. Мисс Шэнь. Что здесь происходит? Я вас чем-то обидела. Вы мисс Лин Дзи Юэ, верно? Да, вам что-то нужно, доктор Дзи Ан. Если вы плохо играете, не с линь, не стоит позориться. Это довольно жалко. Что вы имеете в виду? Шэнь Ян вас даже не тронула. А вы упали. Может быть, вас сбили с ног телекинезом? Брат Син Хан, почему они все так быстро меня осуждают? Дзи Юэ. Полиция нашла кое-какие улики. Звонок, который выманил Шэнь Юэ из больницы, был сделан с телефона Шэнь Ян. Что ты об этом скажешь? Я не знаю. Я знаю только то, что телефон Шэнь Ян отнесли в ремонт. Но я не знала, что они будут им пользоваться. Выдумывай. Продолжай выдумывать. Я правда ничего не делала. Не волнуйся. Полиция разбирается, скоро все выяснится. Эти бесы долго не продержатся. Что вы хотите этим сказать, доктор Дзи Ан? Вы хотите сказать, что я взяла телефон Шэнь Ян, чтобы выманить Шэнь Юэ и причинить ему вред. Бог все видит. Как вы можете меня так обвинять? Брат Син Хан, я правда ничего не делала. Ты? Кто здесь родственник Шэнь Юэ? Я. Доктор, как Ся Юэ? Мы обработали его поверхностные травмы. Жизнь удалось спасти, но он еще не вышел из критического состояния. Что вы имеете в виду? У него больное сердце. Следующие несколько дней очень важны. Мы боимся, что травма от этой раны может спровоцировать сердечную недостаточность, а если это случится? Ся Юэ, Шэнь Ян, доктор Дзи Ан, ваш долг – лечить людей и спасать жизни, а не ухаживать за чужой женой. Ся Юэ, Ся Юэ, Ся Юэ, очнись. Анестезия еще не отошла. Мисс Шэнь, пожалуйста, успокойтесь. Да, Ся Юэ еще не вышел из критического состояния. Не трогай меня, доктор. Когда Ся Юэ очнется? Пока не ясно. В обычной ситуации, часов через 24, у него серьезные травмы. И к тому же, его сердце. Убирайся отсюда. Вон. Убирайся. Что случилось? Господин Фу, мы нашли няню Юй, которая раньше ухаживала за старой госпожой. Где она? Приведите ее ко мне. Она только что прилетела в аэропорт. Я поеду, заберу ее и привезу на виллу. Хорошо. Убедитесь, что привезете ее целой и невредимой. Я хочу лично ее допросить. Черт, они ее нашли. Где ты? Срочное дело. Займись этим немедленно. Что случилось? Ты вечно куда-то спешишь. Они нашли няню Юй. Сейчас она в аэропорту Дзянчена. Что? Мне все равно, как, но ты должна ее остановить. Пусть эта старуха заткнется навсегда. Рассредоточьтесь и ищите. Есть. Алло. Не успели? Я видела, как старушку забрал ваичуань. Ты что, труп? Ты что, не могла ее сбить? Ты что, больная? Даже если эта старуха встретится с Фусинханом, что он сможет сделать? Ты же не умрешь. Сбивать людей машиной – это преступление. Люди могут умереть. Алло. Алло. Бесполезный дурак. Похоже, в конце концов мне придется все делать самой. Мне все равно, будет ли это тетя Юй или сама старая корга, им не удастся меня уничтожить. Старая госпожа никогда бы такого не сделала. Мисс Линь сама решила уйти. Она даже наговорила гадости старой госпоже и мне, прямо в лицо. Она сказала, что скорее выйдет замуж за нищего на улице, чем тратить остаток своей жизни на коллегу. Надеюсь, это вас не слишком расстроит, молодой господин. Но я чувствовала, что важно рассказать вам правду. Мисс Линь не просто отвергла вас из-за вашей травмы. Старая госпожа даже отправила кого-то расследовать это дело. Оказывается, это мисс Линь у нее уже был роман с Цезе и Джиньяном. После того, как она разорвала помолвку, она уехала из страны с господином Цезе и Джиньяном. Вранье, все ложь. Тетя Юй, у нас с вами нет никаких обид. Так почему вы меня клевещуете? Что ты здесь делаешь? Брат Синхан, ты, кажется, так спешил, когда уходил. Я волновалась, что что-то случилось, поэтому и пошла за тобой. Я не ожидала. Все в порядке. Тебе не стоит слишком обращать внимание на то, что говорит Юй. Возможно, здесь просто какое-то недоразумение. Раз уж мисс Линь здесь. Мы можем разобраться в этом лицом к лицу. Три года назад, после аварии молодого господина. Мисс Линь, вы своими собственными губами сказали, что не выйдете замуж за коллегу. И на следующий день вы отправились в аэропорт с господином Цезэй и вылетели прямиком в Лондон. Разве это не правда? Мисс Линь, вы осмелитесь поклясться своей жизнью, что это не так. Я бы никогда такого не сказала, если бы меня не заставили уехать из страны. Синхан попал в такую серьезную аварию, как я могла его бросить. Все те годы, что я была за границей, я каждый день жила в муках. Я знаю, вы заботились о старой госпоже много лет. И вы, и старая госпожа, хорошие люди, вы бы никогда не стали намеренно меня оклеветать. Мисс Линь, я тебя спрашиваю, ты можешь поклясться, что это правда? Зачем ты все это говоришь? И ты намекаешь, что мы бы не стали намеренно тебя оклеветать, значит, кто-то другой намеренно тебя оклеветал. И заодно обманул меня и старую госпожу. Это не исключено. Мисс Линь, не нужно ходить вокруг да около. Я, старуха, могу тебе прямо сказать. Мисс Шэнь никогда никого не оклеветала. Я и не говорила, что это она. Мисс Линь жила в доме фу, она так много знает о семье, и она задумала нас обмануть. Кроме тебя, только у мисс Шэнь есть такая возможность. Неужели ты хочешь сказать, что ты сама себя обманула? Ладно. Мисс Линь, хватит пытаться свалить вину на других. Неблагодарная тварь. Старой госпоже не стоило быть такой мягкосердечной и отпускать тебя за границу после того, как ты тогда ранила господина фу своими жестокими словами. Тетя Юй, ты. Я слышала, ты недавно вернулась, и у тебя уже живот большой. Наверняка, это ублюдок твоего любовника, Цезе и Джиньяна. Как тебе не стыдно? Старая госпожа уже умерла, а ты все еще поливаешь ее грязью. Я никогда не хотела оклеветать старую госпожу. Если старая госпожа действительно не была замешана в этом, тогда меня тоже обманул тот человек много лет назад. Что касается мисс Шен, я действительно слышала, как тот мужчина упомянул ее по телефону. Должно быть, я что-то не так поняла. Кто-то со скрытыми мотивами, должно быть, воспользовался мной. Старой госпожи больше нет. Мертвые не расскажут. Теперь ты можешь говорить все, что хочешь. Молодой господин, она сказала, что ее последние три года держали в заключении за границей, и она не могла вернуться. Но как только старая госпожа умирает, ей внезапно удается сбежать. Это слишком большое совпадение, вам не кажется? Хорошо, тетя Юй, вы проделали долгий путь. Почему бы вам не пойти отдохнуть? Вы можете остаться в своей старой комнате. Спасибо, молодой господин. Молодой господин, я видела, как вы росли. Я старуха, так что простите, что вмешиваюсь, но позвольте мне дать вам еще один совет. Нет, тщательно выбирайте людей, которых держите рядом с собой. Убедитесь, что они честны и заслуживают доверия. Ты? Тетя Юй, сюда, пожалуйста. Брат Синхан, мне нужно съездить в компанию по делам. Что? Куда едет господин Фу? Вэй Чуань. Ты думаешь, Юй могла лгать? Другие, может быть, и могли бы. Но тетя Юй служила старой госпоже всю свою жизнь. Она бы не стала лгать. Но Дзи Юэ. Как она могла? Семья Ся, она тогда так отчаянно спасла меня. Господин Фу, вы были серьезно ранены. Вы абсолютно уверены, что вас спасла мисс Линь. Вы хотите сказать, когда я училась, на курсах телохранителей, мой инструктор как-то сказал, что когда человек серьезно ранен и теряет много крови, или получает тяжелую травму головы, они могут принять другого человека за того, кого потеряли, или даже начать галлюцинировать, видеть несуществующих людей или события. Господин Фу. Господин Фу, что с вами? В больницу. Что, пришел посмеяться? Я сделаю все возможное, чтобы найти для Ся Юй другого донора. Фу Син Хан. Ся Юй все еще в критическом состоянии. Думаешь, если ты сейчас найдешь сердце, он сможет перенести пересадку. Передай Линь Дзя Юэ. Что она заплатит за все? Я желаю ей умереть страшной смертью. Чтобы от нее и костей не осталось. Конечно. Тебя это тоже касается. Господин Фу, мисс Шэнь просто расстроена из-за болезни брата. Простите ее, пожалуйста, если она этого не делала. Тогда я был ужасно неправ. Это я должен просить прощения. Выпей кофе, взбодрись. Она и правда вернулась. Тетя Юй вернулась. Я не смогу долго скрывать правду. Все мои старания за эти годы могут пойти прахом. Дзя Юэ. Чтобы выжить, нужно быть безжалостной. Ты боишься, что правда откроется. Потому что Шэнь Янь – камень преткновения. Если Шэнь Янь не станет, с твоими-то уловками Фу Син Хан сам к тебе в руки пойдет. Ты хочешь сказать, ты хочешь, чтобы я избавилась от Шэнь Янь? Глупышка, чтобы убить человека, не обязательно нужен нож. Главное, найти ее слабое место. Можно убить, и крови не прольется. Я поняла. Я сейчас же поеду в больницу и найду ее брата. Сестра, я в порядке, не волнуйся. Я не волнуюсь, я рада. Я услышал, как ты меня зовешь. И я проснулся. Я не хочу, чтобы ты плакала одна. Это я виновата, во всем виновата я. Родственники Шэнь Юй, вас зовет лечащий врач. Ся Ай Юй, подожди здесь сестру. Хорошо, я сейчас вернусь. Если ты хочешь что-нибудь поесть, скажи сестре. Сестра, я хочу в Антоны. В Антоны, хороший выбор. Ся Ай Юй любил в Антоны, когда был маленьким. Я тебе их принесу, хорошо? Не волнуйся, я скажу ей подождать в кабинете лечащего врача. Лечащий врач ушел обедать, его не будет 2-3 часа. Шэнь Янь, это ты меня вынудила? Тогда не вини меня. Шэнь Юй, ты еще жив? Ты зачем пришел? Где моя сестра? Твоя сестра больше не придет. Она умирает. И твоя бабушка умерла. Почему ты еще жив? Ты врешь. Моя сестра и моя бабушка в порядке. Разве ты не знаешь? Твоя сестра разозлила брата Синхана. Чтобы проучить ее. Он прямо на месте сорвал с этой старухи кислородную маску. Кто ж знал, что эта старуха такая слабая. Она не смогла вздохнуть и умерла. Что касается твоей сестры, у нее последняя стадия сердечной недостаточности. Ей тоже недолго осталось. Ты говоришь, что вся твоя семья скоро умрет. И зачем ты вообще живешь? Ты, лживая сука. Я тебе рот порву. Ты говоришь, что вся ваша семейка – больные. Что же вы такого натворили в прошлой жизни? Чтобы в этой жизни получить такую расплату. Ты. Я буду драться с тобой насмерть. Давай. Думаешь? Я тебя боюсь. Я хочу посмотреть, как ты умрешь вместе со своей шлюхой сестрой. Умрите вместе. Ты. Эй, Шэнь-Янь, что ты здесь делаешь? Меня врач позвал. Но я уже полдня здесь жду. Доктор Хуан давно ушел обедать. Вот почему я тебя в больнице не нашла. Оказывается, ты здесь встречалась со своим любовником. Ты. Сегодня я посмотрю, чья возьмет, твоя наглость или мои кулаки. Шэнь-Янь, ты в порядке? Шэнь-Янь, ты в порядке? Я не специально. Ты. Ты смеешь меня бить? Ты даже женщину бьешь. Почему я не должен тебя ударить? Прекратите, отпустите. Фу Син Хан, я не хочу тебя видеть. Убирайся, я не хочу тебя видеть. Шэнь-Янь, что ты сказала? Я сказала, убирайся. Я. Пациент в кровати номер 14 выпрыгнул. Кровать номер 14. Сиою. Шэнь-Янь. Сиою. Мисс, вам нельзя туда идти. Сиою. Шэнь-Янь. Сиою. Я пойду найду Сиою. Сиоя. Остановите ее. Быстрее. Шэнь-Янь. Сиоя. 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 Почему ты здесь лежишь? Пойдем со мной. Проснись. Сиоя. Шэнь-Янь. Шэнь-Янь. Возьми себя в руки. Сиоя его больше нет. Не смей проклинать Сиоя. Он не умер. Он не умер. Шэнь-Янь. Возьми себя в руки. Сиоя умер. Вы сестра Шэнь-Яя. Верно? Мы нашли это на его теле. Смерть Шэнь-Яя в настоящее время расследуется как самоубийство. Это невозможно. Сиоя такой послушный. Он бы никогда не покончил с собой. Это всего лишь наша предварительная оценка. Расследование еще продолжается. Вот запись с камер видеонаблюдения, которую мы получили. Вы узнаете человека на этом видео. Вы ее узнаете, Линдзи Юэ. Это она. Это она. Арестуйте ее. Уведите ее. На записи с камер видеонаблюдения есть слепые зоны. Мы не можем быть уверены, что она действительно вошла в комнату Шэнь-Яя. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, мисс Шэнь. Мы обязательно во всем разберемся. Унесите тело. Это была Линдзи Юэ. Должно быть, это была она. Больше некому. Это была Линдзи Юэ. Шэнь-Янь. Я хочу увидеть Линдзи Юэ. Шэнь-Янь. Полиция только что сказала. Я сказала, что хочу увидеть Линдзи Юэ. Шэнь-Янь. Ты с ума сошла. Положи ножницы. Немедленно приведи сюда Линдзи Юэ. Иначе завтра весь Дзянчен узнает, что Фу Син Хан довел до смерти свою законную жену, чтобы защитить свою любовницу. Шэнь-Янь, не делай глупостей. Привезите Линдзи Юэ в больницу, немедленно. Линдзи Юэ скоро приедет, успокойся. Я жалею, я жалею, что вышла за тебя замуж. Я жалею, что вообще встретила тебя. Это все моя вина. Смерть Сиоэ, это все моя вина. Шэнь-Янь. Госпожа Шэнь, пожалуйста, успокойтесь, положите ножницы, давайте все обсудим. Это ты убила Сиоэ. Шэнь Юэ умер. Я не знала. Примите мои соболезнования, госпожа Шэнь. Он, Фу Син Хан, может и поверит в твою игру, но я – нет. Фу Син Хан, приведи сюда Линдзи Юэ. Иначе я не ручаюсь за свои действия. Не волнуйся, я сейчас же приду. Фу Син Хан ни за что меня не отпустит. В его глазах ты всего лишь Мегера. Шэнь Юэ, Шэнь-Янь сейчас эмоционально нестабильна. Пойди, успокой ее. Она добрая, она тебя не тронет. Тем более, столько людей смотрит. Скорее иди. Закон тебя не накажет, а Фу Син Хан не видит твоего истинного лица. Ладно, сегодня я буду вершить правосудие и отомщу за Сиоэ. Шэнь-Янь, Дзя Юэ, Дзя Юэ. Шэнь-Янь, Шэнь-Янь, чего стоите, помогите ей. Дзя Юэ, Дзя Юэ, Дзя Юэ, Дзя Юэ, Доктор, доктор, скорее в реанимацию. Женщина только что умерла от сердечной недостаточности. Что, кто, ты говоришь, умер? Та женщина, которая только что была здесь. Доктор, быстрее, пошли. Шэнь-Янь, я не позволю тебе умереть. Кто тебе позволил умереть? Доктор, где Шэнь-Янь? Мы сделали все, что могли. Не может быть, не может быть, вы лжете. Фу Син Хан, что ты пытаешься сделать? Ты так плохо обращался с Шэнь-Янь, когда она была жива. Какой смысл устраивать сцену теперь, когда ее нет? Убирайся отсюда. Шэнь-Янь. Ты осмелела. Как ты смеешь умирать без моего разрешения? Фу Син Хан, Шэнь-Янь больше нет. Позволь ей покоиться с миром. Ты не должна умирать. Ты обманула меня. Ты обманула? Фу Син Хан, что ты делаешь? Она моя жена. Я забираю ее с собой. Ты. Фу Син Хан, что за отношения у вас двоих вообще были? Вы мучили друг друга бесконечно. Шэнь-Янь, я надеюсь, ты приняла правильное решение. Господин Фу, господин, господин, тихо. Господин Фу, господин, господин. Господин, откройте дверь. Шэнь-Янь, все как три года назад. Только мы вдвоем. Счастливо. Господин, пожалуйста, не надо так. Они такие шумные. Не волнуйся, я сейчас же их прогоню. Господин, соберите все вещи Линь-Дзиуэй и выбросьте их. Да, господин. Что? И ее. Рочитайтесь с ней и вышвырните ее отсюда. Да, господин. Господин. Больница выпустила уведомление о критическом состоянии мисс Линь. Она все еще на операции. Ты все, что у нее осталось. Ты не можешь ее бросить. У нее никого нет. Господин. Господин. Я знаю, ты боишься грома, поэтому я уже закрыла окно. Не бойся, я здесь, с тобой. Ты помнишь этот шрам? Что вы делаете? Хватит. Шэнь-Янь, смотри, она опять кровоточит. Моя нога, я не могу больше ходить. Ты не можешь меня бросить. Посмотри на меня. Хватит. Брат Син-Хан. Я у твоей виллы, я очень волнуюсь за тебя. Пожалуйста, позволь мне войти и увидеть тебя. На этом все кончено. Я больше не хочу тебя видеть. Шэнь-Янь, ты не можешь быть такой жестокой. Ты не можешь оставить меня одного. Господин Фу, вы очнулись. Что со мной случилось? Чтобы самому взять нож и порезать себе ногу до такого состояния, вы поистине единственный в своем роде, господин Дзянчен. Господин Фу, вы потеряли сознание от кровопотери, поэтому мы привезли вас в больницу. Я должен вернуться. Шэнь-Янь одна на вилле. Я не могу ее оставить одну. Господин Фу. Фу Син-Хан, Шэнь-Янь мертва. Ее тело разлагается. Ты теперь жалеешь? И что это даст? Она не умерла. Я собираюсь ее найти. Хорошо. Заберите эти вещи и убирайтесь отсюда. Они пачкают мой дом. Кто-то попросил меня передать вам это. Он сказал, что вам нужно это увидеть. Фу Син-Хан. Это запись с камер наблюдения, на которой видно, как Шэнь-Янь сбивают в тюрьме сестра Мэй и другие заключенные. И та тетя Джа у вас дома. Она тетя Линь-Дзи Юэ. Улики совпадают. Ах да, еще есть видео, на котором Линь-Дзи Юэ и Цезэ и Джин-Ян развлекаются на лестнице в больнице три года назад. Не торопитесь, особенно с последней страницей. Я понимаю. Теперь я все знаю. Но как, как мне вернуть ее? Как мне искупить свою вину? Господин, Меслинь на крыше больницы. Она собирается прыгнуть. Вы должны пойти и увидеть ее. Господин, Меслинь прыгает. Она прыгнула. А. Наверное, нам стоит пойти посмотреть. Не подходите. Меслинь, пожалуйста, спуститесь, смотрите, господин пришел к вам. Брат Синхан, ты меня больше не хочешь. Я тебя недостойна. Это все моя вина. Просто позволь мне умереть. Брат Синхан, не нужно меня отговаривать. Я уже все решила. Пожалуйста, позаботься о себе после того, как меня не станет. Прыгай уже. Что? Она сказала, что собирается прыгнуть прошлой ночью. Как так получилось, что она все еще там? Не волнуйтесь, здесь не так уж и высоко. Она может даже не умереть, если прыгнет. И внизу так много людей. Как они будут разочарованы, если ты не прыгнешь? Господин, пожалуйста, не говорите так. Вы ее расстроите. Продолжайте снимать. Снимайте, пока она не прыгнет. Сохраните запись, и мы покажем ее на похоронах Шинь-Янь. Господин, господин, господин. Что вы делаете? Господин Фу, нам нужно забрать тело и закрыть дело. Кто дал вам право? Положите ее обратно. Господин Фу, успокойтесь, пожалуйста. Только что пришли результаты анализа ДНК этого тела. ДНК и отпечатки пальцев покойной не совпадают с данными вашей жены, госпожи Шинь-Янь. Повторите еще раз. Говоря прямо, это тело, не ваша жена, Шинь-Янь. Они использовали этот медицинский силикон, чтобы замаскировать другое тело под вашу жену, госпожу Шинь-Янь. Господин Фу, возможно, кто-то спланировал это заранее. Господин Фу, вы с кем-то враждуете. Это дело, скорее всего, будет расследоваться как исчезновение человека или похищение. Господин Фу, вы в порядке? Вызвать вам скорую? Унесите. Слава Богу, Аянь, я знал, что ты не умерла. Где ты? Ты с этим дзянью и ченем. Я не позволю тебе получить то, что ты хочешь. Даже если ты умрешь, ты можешь умереть только от моей руки. Что случилось? Тебе холодно? Я принесу тебе еще одно одеяло. Нет, просто нос чешется, мне не холодно. Я знаю, тебе тяжело, потерпи еще немного. На следующей неделе мы поедем в зарубежную больницу на операцию на сердце. Рабочие вопросы снаружи. Молодой господин, мы выяснили, что эта лень дзя Юэ столкнула с шенью и с лестницы. Молодой господин, как вы хотите с этим поступить? Отправить ее прямо в полицию? Шень Янь, сейчас нельзя волноваться. Тогда, оставьте это Фу Син Хану. Шень Янь, ты чего вышла? Ничего, все равно все думают, что я умерла. Тогда никто не будет расследовать дело ся Юэ. Раз уж это все дело рук линь дзя Юэ. Тогда отдадим все это Фу Син Хану, посмотрим, как он поступит. Хорошо. Господин Фу везде искал, но никаких следов мисс Шень нет. Господин, кто-то оставил это у двери. Дзя Юэ, неужели ты после стольких приготовлений просто сдашься? Тетя, ты думаешь, я хочу сдаваться, столько времени, и все впустую. Ты же видела, как Фу Син Хан ко мне относится, правда скоро раскроется. Мы должны уйти до этого, иначе нам не сбежать. Вам действительно некуда идти, Син Хан, ты как здесь оказался? Эй, вы что делаете? Что ты делаешь? Син Хан, я могу честно сказать, что ничем тебя не обидела. Почему ты так со мной поступаешь? Этого хватит, чтобы посадить тебя в тюрьму. Отвезите ее в полицейский участок. Фу Син Хан, ты не можешь так со мной поступать. Уведите ее отсюда. Я больше не хочу видеть ее лица. Да будет тебе известно, ты довел Шень Янь до смерти. Она спасла тебе жизнь, а ты так ей отплачиваешь. Ты умрешь ужасной смертью. Что случилось? Хочешь конфетку? Я помню раньше я очень любила молочные конфеты из того магазина. Тогда подожди меня, я пойду куплю тебе немного. Ты не сможешь купить их, когда будешь за границей. Я куплю тебе много, жди меня. Что случилось? У меня болит живот. У меня болит живот. Ты в порядке? Иди сюда, дай мне посмотреть. Кажется, ничего страшного. Почему ты еще не пришел? Ой, я не смогу прийти. Что ты имеешь в виду? Что значит, ты не сможешь прийти? Дзе Юэ, ты все это сделала сама. Я просто хотела немного повеселиться. Я не хочу в это ввязываться. Сэ Зэй Джин Ян, ты бесстыдник. Говори, что хочешь. Я сейчас занят. Ты сама по себе. Алло. Шэ Нь Ян, ты раньше любила смотреть на цветы здесь? Не люблю. Ничего страшного. Тогда давай вернемся. Завтра я отвезу тебя в храм Фэн Мин помолиться. Тебе всегда там нравилось. Шэ Нь Ян, я обязательно сделаю так, чтобы профессор тебя вылечил. Мы будем вместе навсегда. Фу Син Хан, Шэ Нь Ян, я затащу вас обоих в ад вместе с собой. Шэ Нь Ян, что я должен сделать, чтобы ты меня простила? Скажи что-нибудь. Если только ты не сможешь вернуть Шэ Нь Ян к жизни. Ты. Даже если ты меня ненавидишь, ты не можешь так себя наказывать. Я сейчас же пойду в Джоу Дин Зи и куплю тебе ту самую куриную кашу, которую ты любишь. Уберите это и позаботьтесь о мисс Шэ Нь. Да, господин. Шэ Нь Ян, интересно, сколько у тебя жизней? Мисс Шэ Нь Ян, вы в порядке. Я принесу вам воды. Вы и правда настоящая больная красавица. Неудивительно, что так много мужчин теряют из-за вас голову. Лин Дзи Юэ, это ты? Не ожидал? Не думал, что я еще буду жива и появлюсь перед тобой. Что ты хочешь сделать? Я просто хочу, чтобы ты умерла. Фу Син Хан. Как думаешь, если я разрежу ее вот так поперек, или вдоль, она быстрее умрет? Или мне просто поджечь ее и сжечь заживо? И заодно жажгу все ваши следы. Скорее возвращайся. Есть. Шэ Нь Ян, как думаешь, Фу Син Хан все еще будет тебя любить, если я порежу тебе лицо пару раз? Он будет считать тебя монстром. Чего смотришь? По-твоему, ты выглядишь неубежденной. Веришь или нет, я сейчас выколю тебе глаза. Остановись. Не подходи. Привел с собой столько людей. Да, все, убирайтесь отсюда. Иначе я сейчас же ее убью. Все вон. Есть. Есть. Линь Дзя Юэ, нападай на меня. Отпусти Шэнь Ян, господин Фу. Не ты, не эта шлюха, не уйдете от ответственности. Я с вами со всеми рассчитаюсь по очереди. Чего ты хочешь? Дело не в том, чего хочу я. Я приказываю тебе встать на колени. Ты встанешь на колени или нет? Хорошо. Я встану на колени. Значит, ты так низко пал, Фу Син Хан. Старший молодой мастер, который когда-то даже не хотел, чтобы к нему прикасались другие, сделал это для Джей Ейч, взятого из приюта. Умоляет у моих ног о пощаде. Теперь ты отпустишь Шэнь Ян. Так ты просишь? Я умоляю тебя, пожалуйста, отпусти Шэнь Ян. Ты действительно меня умоляешь? Да. Я, Фу Син Хан, умоляю тебя, Лин Дзюэ. Брат Син Хан. Брат Син Хан. Фу Син Хан, я тебя убью. Шэнь Ян. Фу Син Хан, даже если я была тебе чем-то обязана, я все вернула. Шэнь Ян. Кто-нибудь, позовите врача. Прочь с дороги. Шэнь Ян. Шэнь Ян, я не позволю тебе умереть. Вам нельзя входить. Дзян Юэ Чэээн. Мягкий знак. Ты должен ее спасти. Я сделаю ей пересадку сердца. Где мы возьмем сердце? Минуту назад Лин Дзя Юэ умерла от перелома основания черепа. Совместимость подтвердилась. Я жалею, я жалею, что вышла за тебя замуж. Я жалею, что вообще тебя встретила. Шэнь Ян, цветы на улице распустились. Ты чувствуешь их запах? Это твои любимые цветы пагоды. Ты делала все это для меня, когда я был в коме. Теперь я делаю все это для тебя. Ты думаешь, это моя карма. Я знаю, ты на меня злишься. Ты можешь злиться, ты можешь спать. Я могу ждать. Но я надеюсь, ты не заставишь меня ждать вечно. Ты пришел ее проведать. Все по-старому. Я же говорил, сможет ли она очнуться, зависит от ее психологического состояния, а не от физического здоровья. Я знаю, она не хочет меня видеть. Все будет хорошо, ты же продержался пять лет. Спасибо. Смотри, я тебя когда-то так ненавидел, что хотел убить. А теперь, вот, утешаю тебя. Вот, посмотри. Это документы на медицинское оборудование, пожертвованное в дом престарелых от имени Шэнь Юй. Продолжение следует...